здравствуйте господа итак мы продолжаем курс алгоритмов который начался во второй половине прошлого семестра и он продолжится в первой половине этого семестра далее собственно то что то что в расписании значится как теоретическая информатика 2 это во-первых окончание алгоритмов которые о которых я буду рассказывать вам я после чего к вам вернется светлана александровна у нее будет продолжение комбинаторики да соответственно опять будут две половины курса и я надеюсь что вы обе половины успешно усвоить ну а я собственно ответственен за алгоритмы и мы остановим и я продолжу ну более-менее там где остановился то есть за исключением последней лекции на которой у нас были потоки в сетях до этого я довольно много времени посвятил хранению множеств собственно мы хранили множество ну вот в первую очередь в различных вариантов 2 в различных вариантах дерево поиска и собственно дерево поиска в при разных реализациях обеспечивала нам все выполнение любой операции за логарифмическое время от количества элементов логарифмическое время это конечно неплохо но возникает вопрос они взяли как-то лучше то есть структуру данных которые в практическом случае позволяли бы нам быстрее обращаться к элементу чем за логарифмическое время но одну такую структуру данных мы конечно знаем это просто обычный массив индексируемые по номеру ячейки но сложность состоит в том что если мы заранее как бы если если те объекты которые мы хотим поместить в эту структуру данных они от рождения не пронумерованы то как собственно мы будем размещать массив и главное как мы их потом будем в нем находить потому что если это просто массив скажем даже отсортированных элементов то чтобы чтобы в нем что-то найти потребуется логарифмическое время просто за счет двоичного поиска поэтому собственно сейчас я буду рассказывать о совсем другой структуре данных о хэш таблицы которая действительно позволяется при удачном стечении обстоятельств и при хорошем подборе хэш функция которых мы сейчас будем говорить она позволяет выполнять основные операции над множествами за время ну за среднее константное время примерно константная то есть в худшем случае это будет не очень эффективная структура данных а в лучшем случае она будет работать хорошо ну примерно как был алгоритм быстрой сортировки который тоже в худшем случае требовал квадратичное время но однако в среднем случае он работал хорошо ну вот что такое хэш таблица то есть давайте начнем с такого с такой подготовительной структуры данных а именно будем считать что что мы храним числа скажем только от 1 до n это диапазон всех элементов которые мы храним у каждого есть свой номер да тогда соответственно мы можем выделить под них массив длины n и у каждой ячейки будет то есть у каждого возможного элемента будет то единственное место в котором этот элемент будет находиться если он вдруг появится но если n достаточно большое число то эта структура данных становится достаточно непрактичной потому что потребуется огромные объемы памяти потратить на то чтобы заранее заготовить место для любого возможного элемента ну вот собственно хэш таблицы это развитие этой идеи вместо того чтобы хранить число в том месте собственно как бы вместо того чтобы хранить число и непосредственно в ячейке и мы будем вычислять некоторую функцию от элемента это не обязательно будет число то есть от любого элемента мы будем вычислять функцию эта функция хэш функция это и будет номер то той ячейки в которой этот элемент должен лежать если он в таблице есть итак давайте скажем что у нас есть множество элементов у элемента мы еще будем называть ключами да соответственно да это то почему мы находим элемент хорошо значит нас есть множество элементов у и есть хэш функция это некоторая функция отображающие у в множество давайте скажем от единицы даем лучше от 0 до м минус 1 где м какое-то число это собственно размер таблицы который мы выделяем для хранения нашего множества и так собственно число м мы задаем заранее пронумеровываем ячейки от 0 до м минус 1 и далее говорим что если есть какой-то элемент x который мы захотим поместить в эту структуру данных то тогда он должен лежать в ячейке с номером h от x но тут возникает вопрос конечно что будет если у нас два элемента с одинаковым значением потому что с одинаковым значением хэш функции потому что конечно число м должно быть не очень большим иначе это будет неэффективно по памяти а раз но не очень большое то в общем совпадение они с какой-то вероятностью будут происходить и совсем исключить их и как бы совсем исключить совпадение нельзя как бы мы хорошо не подбирали функцию h тут существует два подхода которых я сейчас буду последовательно рассказывать собственно первый подход это вместо того чтобы хранить элементы в каждой клетке мы будем хранить здесь списки соответственно в списке конечно поиск будет линейным но весь расчет на то что коль скоро мы хорошо коль скоро мы хорошо выбираем константу м и у нас функция h достаточно равномерно распределена на тех входных данных которые мы получаем в этом случае эти списки все будут достаточно короткими и поэтому линейный спуск в этой да и поэтому линейный поиск в этом списке он времени ухудшит сейчас мы увидим вот собственно как это будет получаться и какие примерно оценки мы сможем дать на время выполнения операции вторая возможность это следующее что у нас в каждой ячейке будет храниться только один элемент а если да если мы хотим поместить элемент в таблицу и оказывается что этот элемент там уже есть то мы его размещаем в какой-то другой ячейки которую мы будем ее номер мы будем определенным образом вычислять с помощью второй функции это более сложный способ и да да на нем я тоже буду говорить после того как расскажу о хранении элементов списках и так у нас иметь есть собственно да у нас есть к это константа m х функция мы собираемся хранить до хранить элементы в хэш таблицы с помощью списков давайте введем понятие которое будет полезно в течение всего разговора хэш таблицах это ее коэффициент заполнения если у нас в этой таблице размещено n элементов то есть n элементов туда помещено то коэффициент заполнения это собственно сколько в среднем элементов у нас на одну клетку это коэффициент заполнения то есть это средняя длина списка случае коэффициент заполнения в случае размещения элементов списке ну вот то есть в принципе при таком хранении ничего не мешает этому коэффициенту заполнения быть больше единицы потому что ну просто списки станут длинные но пока они там какой-то умеренной длины это будет продолжать оставаться эффективным а теперь собственно что я хочу получить я хочу получить некоторые оценки на время выполнения операций а время операции у нас на самом деле да да давайте опишем собственно какие операции у нас есть вот допустим у нас есть такая готовая хэш таблица который что-то размещено и мы хотим по данному элементу x проверить есть таблица или нет то есть найти такой элемент ну перво-наперво мы вычисляем значение хэш функции для икса после чего собственно вот допустим она равна и после чего мы заглядываем в этой в эту клетку и для поиска нам надо просмотреть весь массив то есть весь список точнее говоря так если у нас если у нас поиск увенчается успехом то мы смотрим этот то мы смотрим этот список до тех пор пока не найдем элемент если же его там нет мы вынуждены просмотреть список до конца на самом деле эти два случая мы сейчас будем рассматривать отдельно потому что это два случая времени поиска время поиска элемента если он там есть и время поиска элемента если его нет да хорошо а теперь как выполняется вставка давайте это тоже уточним чтобы чтобы можно было оценивать время работы вставка будет выполняться проще за константное время следующим образом вот есть x который мы хотим разместить мы вычисляем значение хэш функции приходим сюда и размещаем его в качестве первого элемента списка остальной списка проталкиваем вниз то есть это делается за константное время и не зависит от длины списка хорошо теперь мы определили как мы работаем с хэш таблицы и давайте давайте оценим собственно время работы да то есть нам нам интересно время поиска время поиска как я уже говорил мы будем оценивать отдельно для случаях элемент есть если элемента нет и простой случай если его нет значит это будет безуспешный поиск так это виде списка безуспешный поиск так давайте да прежде чем говорить о времени работы стоит сказать да у какие какие мы какие мы используем допущение потому что конечно же если у нас если нам очень не повезет точнее так если мы выберем неудачную хэш функцию или даже если выберем сколь угодно удачную но нам не очень повезет то может получиться так что нам будут поступать элементы у всех будет одинаковое значение хэш функции все они будут лежать в клетке и остальные будут пустовать это исключить нельзя потому что как бы какая бы ни была хэш функция если она если у нее вообще есть совпадающие значения а мы хотим именно этого то соответственно можно подобрать элементы что они все попадут в одну клетку но идея состоит в том то есть те допущения относительно которых мы доказываем среднее время работы что мы предполагаем что эта функция равномерно распределена на тех входных данных которые нам поступают и поэтому наши входы для для наших входных данных для каждого элемента равновероятно в какую клетку она попадет количество элементов и что листья элементов в каждой клетке с b9 популацию нет равновероятно это значит что собственно для каждого элемента он с равной вероятностью попадет в эти m клеток так количество элементов в этой клетке а ну вообще наверное да ну здесь не потребуется распределение пасона здесь все здесь все очень просто и по-домашнему доказывается о серьезной теории вероятности у вас будет в другом курсе да хорошо значит теперь давайте вот это просто докажем что здесь будет в случае безуспешного поиска что это значит что безуспешный поиск значит что у нас есть элемент что у нас есть есть собственно это это элемент в котором мы ищем в этом списке мы ищем x соответственно средняя длина его это альфа и соответственно безуспешный поиск занимает время единица плюс альфа, потому что нам придется просмотреть все элементы. А вот более интересный случай, а что будет, если этот x уже есть в хэш-таблице? Это значит, что вот мы ищем x, а он где-то здесь находится. И возникает вопрос, собственно, какое среднее число операций будет в этом случае, поскольку на самом деле оно тут зависит вот от чего. Помните, я говорил, в каком порядке вставляются элементы? Чем позже пришел элемент, тем выше он будет в списке. То есть первый элемент, который был вставлен в эту ячейку, это сейчас дно списка. Поэтому, чтобы оценить среднее время успешного поиска, нам придется перечислить вообще все элементы в порядке вставки и посмотреть, собственно, в каком порядке они туда... да, и посмотреть, собственно, каким x окажется по порядку в порядке вставки. Итак, допустим, что у нас все элементы, это x1 и так далее, xn, вот в этом порядке они были вставлены в хэш-таблицу. А теперь мы начинаем искать не x. И x мы находим в этой ячейке, и оказывается, что x на самом деле равен какому-то x-житому. То есть есть какой-то x-житый в порядке вставки, и он в этом списке есть. Тогда что получается? Тогда получается, что если x это x-житая, то нам придется просмотреть... Вот эти элементы мы, в принципе, не увидим, потому что часть из них вообще не в этом списке, а часть находится ниже, чем x-житая. А вот из этих элементов нам придется встретить ровно те, которые попали в этот список. А каждый из них попал в этот список с вероятностью единицы, деленная на m. Поэтому нам придется просмотреть все вот эти, то есть вот эти элементы, это они, но с вероятностью единицы, деленная на m. Потому что хэш-функция у нас равномерно распределена по предположению. Итак, тогда, значит, можно посчитать, собственно, сколько у нас потребуется операций. И, значит, если у нас x это житый элемент в порядке вставки, то всего вот этих элементов у нас n-g плюс 1. И, соответственно, если он x-житый, то нам потребуется n-g плюс 1 операций. Хорошо, но x может быть любым x-житым. Поэтому нам надо оценить среднее время... Да, значит, x может быть любым x-житым, но при этом он с равной вероятностью может быть любым из x-житых. Поэтому нам надо оценить среднее время поиска, просто взяв среднее арифметическое или математическое ожидание по всем возможным g. Так, на n... Да, конечно, конечно, да, спасибо. Это нужно все поделить на m, да. Потому что у нас, да, естественно, не все эти элементы, а только с вероятностью 1m. Спасибо. Да, значит, вот это среднее количество операций в том случае, если x это у нас x-житая. А, соответственно... Да, и еще, на самом деле, давайте скажем, еще есть... А, нет, единичка нам нужна. Единичка нам не нужна, потому что у нас это... Сейчас. Единичка нужна. Да, потому что x-житый точно есть. Вот, не очень точно сказал. А вот этих элементов, n-ж, каждый из них с вероятностью 1m сюда попадет. А x-житый точно попадет. Это наше предположение. Поэтому на самом деле здесь надо написать так. Здесь будет единица плюс вот это. Вот. Вот это, значит, среднее число операций, которое здесь потребуется выполнить. Так, все тряпки сухие. Хорошо. Значит, это среднее количество операций. А теперь давайте сделаем среднее по... По значению g. Это будет сумма по всем g от единицы до m. И все деленное на... От единицы до n. И все деленное на n. Ну, вот такую штуку нам теперь надо оценить. Это будет следующее. Так, это единичка выносится. Единичка плюс. Теперь здесь у нас... Давайте это будет единица, деленная на mn. Так, а здесь теперь от суммы останется... Это будет сумма n-g. Так, что-то я не то считаю? Нет? А, ну... Хорошо. Кажется, пока еще то. Хорошо. Так, а теперь сумма от этих n-g. Это будет, собственно... Так. Это будет n в квадрате минус n на n... Сколько? Плюс 1 пополам. Плюс 1, наверное. Да. Хорошо. Так. А теперь, собственно, это получится... Так. Эти n сократятся. И останется единица плюс... Единица, деленная на m от... Так. Это n минус... n пополам минус 1 вторая. То есть, это будет n пополам минус... n минус 1 пополам. Да. Так. Хорошо. А теперь, собственно, чему это будет равно? Это будет равно единица плюс... Собственно, коэффициент заполнения плюс еще совсем немножко. Плюс, собственно, альфа. Давайте напишем, что это примерно равно, поскольку это вот так и есть. Альфа пополам. Что, простите? Альфа пополам можно. Альфа у нас пополам. Да, да, конечно, спасибо. Да. Да, хорошо. Значит, единица плюс альфа пополам. Ну, в общем, это и есть то, что ожидалось, поскольку мы так в среднем просматриваем примерно половину. Ну, вот это надо было посчитать. Хорошо. Значит, это была простая реализация с помощью списков. При этом с помощью списков еще одну операцию можно успешно выполнить. Это удаление элемента. То есть, ее легко выполнить без каких-то особых размышлений. Допустим, есть какой-то элемент, мы знаем, что он там есть, мы его хотим удалить. Мы его просто удаляем из списка. Это никому не мешает. Хорошо. А теперь мы переходим ко второй реализации. Ко второй реализации хэш-таблиц, в которых, собственно, в которых мы будем хранить по одному элементу в каждой клетке массива. И, соответственно, если элемент не находится своего места, мы его будем перегонять в чужое место. Так, как это будет выглядеть? Да, это будет называться открытая адресация. Так, и, собственно, стоит она в следующем. Вот у нас массив. Так, в нем нулевой элемент, m-1. Есть и, т-элемент. Теперь, допустим, у нас h от какого-то х. Это и. Мы берем этот х и размещаем сюда. А теперь оказывается, что h еще от у. Это тоже. Пусть он лучше будет не у, а х'. Что h от х', это тоже и. Ну что, в этом случае сейчас я буду рассматривать самый простой вариант, а потом мы рассмотрим более эффективный вариант. Самый простой вариант следующий. Если элементу нет места по тому адресу, где ему положено быть, мы просто переносим его в следующую клетку. Ну вот, для первоначального рассмотрения удобно смотреть так. Поэтому получается, что если мы хотим разместить х' здесь, здесь места нет, здесь пусто, мы его размещаем здесь. Так, сейчас я здесь немножечко расширю. Здесь у нас минус один. А теперь, допустим, внезапно пришел у, которому положено быть в клетке и плюс один. Его клетка занята. Ничего страшного, мы размещаем следующий свободный. А теперь пришел еще какой-то х2 штриха, который тоже должен быть в клетке и. Ему ни здесь, ни здесь, ни здесь нету места. Мы его размещаем здесь. А теперь мы внезапно захотели найти какой-то элемент y' которого нет. Так. И который должен находиться в ячейке и плюс один. Но вот тут, к сожалению, поиск выглядит не очень красиво. Мы заходим в клетку и. То есть, прошу прощения, мы заходим в клетку и плюс один. Потому что y' должен быть вроде бы в ней. Ну, там вообще какой-то х' лежит. Но мы на это не обращаем внимания. Главное, что она занята. Поэтому мы ищем дальше. Смотрим сюда. Здесь находится y. Занята дальше. Здесь х2 штриха. Занята дальше. И, наконец, мы приходим к пустой клетке и плюс четыре. И вот раз мы находим пустую клетку и в процессе этого поиска, то вот теперь-то мы только удостоверились, что y' в этой таблице нет. Поэтому это, да, можно предположить, и, в общем, действительно такое на практике может случиться, что в этой таблице будут возникать пробки. Пробки именно такого типа, что много элементов с соседними значениями, они запомнили это все, а дальше время поиска какого-то элемента, у которого значение хэш-функции где-то здесь, потребует всю эту пробку досмотреть до конца. Ну, это, безусловно, не очень хорошо, но предполагается, что при удачном подборе констант, и сейчас мы это посмотрим, что значит удачный подбор констант, при удачном наборе констант, однако все равно ожидаемое время выполнения операции будет хорошим. Да. А у нас ведь m фиксировано вначале? Да, m фиксировано вначале. А то будет, если он переполнится? Если он переполнится, да, вот вы правы. То есть, если здесь переполнится, то все станет очень медленно. Если здесь переполнится, то все, негде хранить. То есть, в этом случае, ну, вы можете рядом создать новую хэш-таблицу побольше и все элементы туда перегнать. Это, конечно, долго, но, впрочем, что? Это линейное время. Линейное время — это не то, чтобы совсем катастрофа. Если это приходится там делать очень редко, например, вы будете хэш-таблицу удваивать каждый раз, когда у вас она будет переполняться, то вы это редко будете делать, поэтому это не будет большой катастрофой. Но, тем не менее, да, есть такой недостаток. Поэтому, на самом деле, с хэш-таблицей, ну да, а здесь, в общем, тоже она у вас не переполнится, но она будет работать так медленно, что это тоже будет не очень приятно. Поэтому, да, ну, на самом деле, конечно, здесь константу M надо брать существенно больше, чем здесь. Потому что здесь расчет на то, что там список какой-то не очень большой длины, это до сих пор эффективно. А здесь, да, как мы сейчас увидим, и, впрочем, интуитивно это действительно очевидно, что если у вас таблица еще не переполнилась до конца, но почти переполнилась, то у нее там почти сплошные будут пробки, и ожидаемое время поиска будет очень большим. Это мы сейчас получим. Поэтому, на самом деле, да, здесь для открытой адресации надо выбирать какое-то большое значение M, которое будет там больше, чем ожидаемое число элементов. Хотя, да, ну вот, хорошо. Хорошо, да, про саму хэш-функцию я еще не говорил, откуда вообще хэш-функция берется. Да, ну, скажем, если, то есть, в принципе, построение хэш-функции, оно зависит от тех данных, которые вы собираетесь хранить. Если вы совсем ничего не знаете об этих данных, скажем, вы пишете какую-то обобщенную структуру данных для библиотеки, ну, в этом случае вы можете рассматривать данные как последовательность битов, вычислять там какие-то контрольные суммы, потом брать их в каком-то модуле. В совсем простом случае, если вы, скажем, храните какие-то большие целые числа, то можно взять M простым числом и, соответственно, брать их по этому простому модулю. Тогда, если, как бы, при удачном стечении обстоятельств, в общем, это считается неплохая хэш-функция. Хорошо, значит, да, а если у вас... Ну да, если у вас хэш-таблица увеличивается, ну да, то есть в этом случае у вас должна быть наготове другая хэш-функция, которая будет соответствовать новой таблице, поскольку хэш-функция, естественно, определена для таблицы данного размера. Ну вот, хорошо. Теперь, значит, я хочу оценить... Давайте, прежде чем еще оценивать время работы, замечу интересную вещь по поводу удаления элементов из хэш-таблицы при открытой адресации. Вот здесь удаление элементов, оно далеко не так тривиально, потому что, вот, допустим, у нас... Вот, допустим, у нас... В этой таблице мы взяли и удалили хэш-штрих. Бывает? Удалили. Так, если теперь мы скажем, что после удаления хэш-штрих это совсем пустая клетка, как будто бы она изначально была пустой, то в этом случае мы не сможем найти у. Если мы захотим найти у, мы посмотрим в и плюс один, а у здесь и нет. И нам останется только заключить, что у в таблице вообще нет. Поэтому для удаления делается следующее. Вот, допустим, мы хотим удалить этот хэш-штрих. Тогда мы помечаем эту клетку. Так, это слишком похоже на х. Давайте ее заштрихуем. Помечаем эту клетку как клетку, в которой был удаленный элемент. Поэтому теперь с точки зрения операции поиска эта клетка занята. Поэтому при попытке поиска у, вот здесь мы не найдем у, поэтому мы идем к следующей клетке и находим, собственно, там, где находится у. А потом, если мы захотим что-то вставить, то при выполнении операции вставки мы занятую клетку считаем как свободную. То есть, если мы сейчас хотим здесь что-то разместить, скажем, вот Y штрих мы захотели сюда разместить, мы его здесь спокойно себе разместим, тем более, что это его родная клетка. Или какой-нибудь X3 штриха. Раз, мы сюда его тоже разместим, и он будет здесь как у себя дома. Хорошо. Теперь, да, прежде чем оценивать время работы, стоит сказать, что да, время работы, оно оценивается не для такой простейшей реализации, при которой мы будем каждый элемент, если ему не находится место, мы идем сразу к следующей ячейке. На самом деле, чтобы получить хорошие оценки времени работы, нам потребуется более сложное хэширование. А именно сперва, да, сперва все, как я сказал, есть обычная хэш-функция, которая говорит, в какой клетке данный элемент должен находиться. А вот что будет, если эта клетка занята, и мы хотим его туда вставить? То в этом случае у нас будет вторая хэш-функция, которая позволит разместить этот элемент в следующей клетке. И вторую хэш-функцию, ее проще всего написать примерно так, что это будет, на самом деле, это будет даже обычная хэш-функция. Давайте скажем так, вот у нас есть элемент х, мы хотим его разместить в хэш-таблицу, и этот элемент, это у нас будет попытка номер... Так, G здесь не используется. Это будет попытка номер G. В какой клетке мы его будем хранить? Вот удобный способ, например, такой. Это будет H от X. Эта клетка, это будет... Да, G начинается от нуля. Применение обычной функции H, это нулевая попытка разместить. А дальше, каждая следующая попытка, это будет номер попытки умножить на какую-то вторую функцию, вторую хэш-функцию, определенную для данного х. То есть то, что я написал вот здесь, это H' от X, это константа 1 для всех элементов. И это плохо работает. То есть, ну, не очень хорошо работает. А идея состоит в том, что H от X будет разным для разных элементов. А дальше хорошо, когда H от X будет взаимно простым с M. Если он взаимно простой с M, это значит, что всякий элемент рано или поздно будет где-то размещен. В этом случае, пока у вас таблица не переполнилась, вы можете быть уверены, что после некоторого числа попыток найдется, где разместить новый элемент. Хорошо, вот примерно так. А для доказательства времени работы мы будем считать, что вообще здесь есть какая-то функция H с крышкой от X'а и от номера попытки, которая равномерно распределена для X'ов и для номеров попыток. Хорошо. То есть вот то, что написано здесь, это пример такой функции, как ее можно реализовать. Так, а теперь давайте доказывать время работы. Для этого надо найти место. Вот с местом мне сейчас не очень хорошо. Ну, поднимем эту доску и будем искать. Итак, у нас опять будут два случая. Время безуспешного поиска, время успешного поиска. И в этом случае время у них окажется разным. Начнем мы с безуспешного, потому что успешный на самом деле будет основан на безуспешном. То есть оценка времени работы успешного поиска будет основана на оценке времени работы безуспешного поиска. Итак, безуспешный поиск, открытая адресация, равномерно распределенная хэш-функция. Так, значит, в случае безуспешного поиска делается следующее. Собственно, что нам надо оценить? Что такое время безуспешного поиска? Это во сколько разных ячеек мы ткнулись, прежде чем найти пустую ячейку. Потому что безуспешный поиск заканчивается именно пустой ячейкой. Ну вот, а от чего зависит, собственно, то время, которое нам потребуется сделать. И, собственно, можно его оценить примерно так, что первый раз мы просто куда-то ткнулись. У нас есть таблица со своим коэффициентом заполнения альфа. Это значит, что на самом деле с вероятностью альфа мы попадем в пустую ячейку. То есть, нет, в непустую ячейку мы попадаем с вероятностью альфа. Ну вот, давайте сейчас альфу мне удобно на некоторое время забыть. Коэффициент заполнения такой же. Кстати, мы знаем, да, что так как это у нас открытая адресация, то коэффициент заполнения у нас меньше единицы. То есть альфа это n деленное на m, меньше единицы. Ну вот, безуспешный поиск. Что я хочу сейчас написать? Я хочу написать вероятность того, что... Так, давайте, что я, собственно, нахожу. Я нахожу d и t. Это вероятность того, что нам потребовалось... Так, и нам где-то нужен... Нет, и плохо. Давайте это будет d и t. d и t. Это вероятность того, что у нас, собственно, потребуется... Так, сейчас... Так, сейчас... Так, что это мы прошли... А, вот. Значит, хочется оценить вероятность того, что мы прошли жи шагов и так и не встретили пустую ячейку. То есть то, что мы сделали первые жи попыток с помощью вот этого, все время попадали в занятые ячейки. А так как поиск у нас по предположению безуспешный, то, собственно, это значит, что мы ничего не нашли. Ну вот. Значит, вероятность того, что за жи шагов... Конечно же, это альфа-вжитый. ...одни не пустые. Не совсем. Ну, да, оно, конечно, очень близко к альфа-вжитой, но все-таки оно не совсем альфа-вжитой. Потому что, смотрите, значит, вот мы тыкаемся в первую клетку. Пока что, так как у нас все равномерно распределено, то, собственно... Так, это, давайте скажем, нулевая попытка. Так, то у нас осталось... Да, то у нас, значит, всего в таблице n элементов мы попадаем в один из них. Это n деленное на m. Вот я не буду сейчас писать альфа, я буду писать n деленное на m. Что происходит в первой попытке? Чем она отличается? То есть, ну, следующее за ней. То вот сейчас мы ткнулись куда-то сюда. Это была h с крышкой. Вот и x0. Нулевая попытка. Да? А ведь к оценке заполнения тут будет не элементы, а количество вот таких полных клеток. То есть, включая закрашенные. Да, да. То есть, на самом деле, эти оценки делаются без учета удаления. То есть, удаление... Ну, удалили, и ладно. Она все равно считает, что она там есть. Да. То есть, удаление не учитывается в этих оценках. Учитывается то, что у нас n элементов сейчас... В таблицу последовательно заносилось n элементов. Вот они там лежат. И при такой ситуации мы оцениваем среднее время успешного и безуспешного поиска. Итак, хорошо. Значит, а что будет в случае первой попытки? В случае первой попытки у нас осталась здесь m-1 ячейка. И в этой m-1 ячейке лежит n-1 элемент. И, да, так как все равномерно распределено, то вероятность того, что мы в него ткнемся, это будет уже n-1 деленное на m-1. Ну вот. И так будет с каждой последующей попыткой. То есть, у нас последняя попытка у нас g-1. То есть, в g-1 попытке это будет n-g-1 деленное на m-g-1. Ну вот. Собственно. Верно то, что все не провалятся. Это составляет n-1, 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 n-1. Так. Сейчас, да. То есть, в принципе, это можно через факториал выразить, но у меня оценка будет очень простая. То есть, на самом деле, то, что вы вначале говорили, это и есть то, что я собираюсь получить. Я хочу всего лишь оценить это сверху, как альфа степени g. Ну вот. Что получится. ДЖТ у нас, это, соответственно, произведение всех этих штук. n деленное на m, умноженное на n-1, на m-1 и так далее. До n-g плюс 1, деленное на m-g плюс 1. Ну вот. Каждая из этих, то есть, n деленное на m, это, собственно, альфа. Каждая из этих у нас будет... Так. Значит, каждая из этих у нас будет меньше альфа. Они, на самом деле, уменьшаются. Поэтому все это будет, собственно, меньше или равно альф в степени g. Поэтому мы получили верхнюю оценку. Этой штуке. Так. Хорошо. Значит, мы ее получили. И что это такое? То есть, то, что мы... Да, вот эта функция ДЖ, на самом деле, в теории вероятность, это функция распределения случайной величины. А хотим мы получить плотность распределения. То есть, плотность распределения. Какая вероятность того, что у нас ровно... Что у нас ровно G шагов будет сделана... То есть, ровно G занятых ячеек будет обнаружена. Вот именно эту вероятность мне хочется получить для того, чтобы оценить среднее время поиска. Ну вот, что в этом случае происходит? В этом случае, собственно, вероятность того, что у нас ровно G ячеек будет просмотрена. Это значит, что у нас их будет просмотрено... Так. Значит, сейчас скажу. Ровно G это включая пустую ячейку. То есть, то, что мы просмотрели G ячеек, это значит, что G минус одна ячейка у нас была не пустая, а вот G оказалась пустой. Поэтому это значит, что у нас первая G минус одна ячейка была не пустая, а вот первые G не пустыми не были. Это будет вот такая штука. Ну вот. Вот такая штука, соответственно, просто так ее оценить через альфа мы не можем, потому что у нас для альфа только верхняя оценка. То есть, альфа в степени G это только верхняя оценка. Поэтому теперь придется, собственно, прямо записывать формулу для среднего времени поиска, а потом ее упрощать. Итак, формула для среднего времени поиска будет такая, что у нас... Мы хотим, собственно, посмотреть следующее. Что у нас время поиска может быть от единицы до, наверное, до N? N плюс единицы? Давайте до N для простоты. Да. Собственно, от единицы до N. Так, это не IA G. Так, я хочу оценить среднее время безуспешного поиска. Мы предполагаем, что у нас поиск безуспешный. И при этом количество ячеек, которые потребуется посмотреть, ну вот оно может быть разным. Хочется посмотреть, какое среднее количество ячеек. Вот какое среднее значение G, которое потребуется. А для этого что я хочу сделать? С какой вероятностью у нас будет каждая конкретная G, мы знаем. И вот в этом случае, вот с этой вероятностью, нам потребуется выполнить G шагов. Вот это, собственно, то, что пока удалось установить. И вот это надо взять среднее. Опять-таки, сейчас я пишу, вот, как бы, используя неформально и ненаучно ту простейшую теорию вероятности, которую, я думаю, вы и так знаете, и которая у вас сейчас будет научно изучаться на курсе дискретной теории вероятности. Ну вот, а у меня все по-простому. То есть, значит, с вероятностью DG-1-DG у нас будет G. Это, собственно, и есть вот такая сумма. Больше ничего вычислять не надо. И ее теперь надо упрощать. А ее упрощать удобно, потому что она имеет следующий вид. Значит, для G равного 1 это будет D0. D0 вот у нас просто будет 1, но, впрочем, это нам не важно. Так, D0 с коэффициентом 1 минус D1 с коэффициентом 1 плюс... Так, G равно 2 плюс D1 с коэффициентом 2 минус D2 с коэффициентом 2. Так, ну и так далее. Давайте еще один раз запишу. В общем, это, конечно, вам, наверное, и так очевидно, но я предпочту это записать, чтобы быть уверенным. Так, значит, это для двойки. И теперь G равно 3 Ом. Это плюс 3D2 минус 3D3. Ну и мы видим, что D0 остается. Он здесь в единственном числе. Да, а здесь образуется пара слагаемых, где, собственно, прибавляется на единичку больше, чем вычитается. Да, а в самом конце у нас получается, собственно, плюс и так далее. Плюс для G равного N. Это будет N умноженное на D N минус 1 и минус N умноженное на D N. Так, вот такая штука. И, собственно, что от нее тогда остается? От нее тогда остается сумма... Да, то, что у нас будет просмотрено N непустых ячеек, это вероятность 0, потому что этого вообще не может быть. У нас таблица не до конца заполнена. Поэтому все, что у нас останется, это, собственно, сумма всех D и тах. Это будет сумма G равно 1 до N D житых. Да, то есть D житых. Хорошо. Вот это, оказывается, среднее, собственно, среднее время поиска. А дальше мы это можем оценить. У нас же есть верхняя оценка для каждого D житого. Вот сейчас я попытаюсь найти на этой доске какое-то место, где я это оценю. Оценю. Так. Итак, значит, мы хотим оценить вот эту сумму. Сумма у нас будет, собственно, не больше, чем... Хотя, собственно, эту сумму я сейчас быстро оценю. Да, это будет сумма всех жиров... То есть, это будет сумма геометрической прогрессии, которая... Так, это я сейчас стираю. Так, это будет α в степени G верхняя оценка. Она не больше не превосходит, собственно, сумму бесконечной геометрической прогрессии. А это будет, собственно, единица на единица минус α. Так. И что мы отсюда видим с практической точки зрения? Что такое единица на единица минус α? Это значит, что если у нас коэффициент заполнения приближается к единице, то это время довольно быстро начинает расти. В общем, интуитивно это так и есть, но здесь мы получили некоторые подкрепления этой интуиции. Поэтому получается, что чтобы это время было хорошим, нам нужно, чтобы коэффициент заполнения просто никогда не приближался к единице. А дальше все зависит от того, насколько хорошим вы хотите его получить, потому что это... Вот сколько вы можете ячеек на вашу хэштаблицу уделить, это позволит вам большее количество элементов разместить, сохранив хорошее время поиска. Ну вот. Хорошо. Это у нас получилось. А теперь, собственно, второй случай. Каково время успешного поиска? Вот время успешного поиска его немножко труднее оценивать, но оно оценивается в том числе с использованием вот этого известного факта. Ну вот. Так. Здесь, собственно, будет следующее. Что вот пусть у нас есть элемент в таблице. Так. Это будет успешный поиск. Так. Пусть элемент есть в таблице. И теперь надо посмотреть, собственно, сколько всего было элементов до этого момента вставлено, как, собственно, это было у нас и в том случае. Пусть у нас так. Элемент у нас опять будет хжитый. Х равно хжитому, где х1 и так далее, хn, это все элементы по порядку их вставки. Все элементы в порядке их вставки, да. Хорошо. А теперь, соответственно, он у нас будет... Так. Теперь что потребуется. Значит, вот элемент был хжитом. Соответственно, да. Какая тут важная вещь. Да. Как я уже говорил, удаление из хэш-таблицы в этом расчете вообще никак не учитывается. Поэтому мы считаем, что все элементы, которые в нее когда-то были вставлены, они так до сих пор в ней есть. А теперь что получается? Что... Как выглядел момент вставки? Вот я хочу посмотреть, что было, вот когда этот житый элемент был вставлен. То вот в этот момент это была вставка хжи когда-то давно в прошлом. Вначале мы попытались в одно место его вставить. Потом мы попытались в какое-то другое место его вставить. В какое-то третье место его вставить. А потом, наконец, мы взяли и нашли пустую клетку. И вот здесь-то он в итоге оказался. Ну вот так выглядел этот процесс. Ну вот. А теперь, собственно, получается следующее, что поиск у нас успешный. Это значит, что вот... Что будет сейчас? Как будет выглядеть процесс успешного поиска сейчас после того, как вставлены все элементы? Мы точно так же ткнемся в нулевую клетку, в первую. То есть, в смысле, нулевая первая это номера попыток, которые были при вставке этого элемента. А его успешный поиск будет выглядеть точно так же. То есть, мы в том же порядке пройдем эти же клетки, а вот когда мы придем в ту клетку, которая в момент вставки была пустой, в этот-то момент мы этот иксжитый в ней найдем. Ну вот. А сейчас, собственно, получается, что число операций при успешном поиске, оно в точности равно времени вставки того элемента, который мы, собственно, ищем. Поэтому... Да, а что значит время вставки? Время вставки, если мы опять вернемся к ситуации, которая была в момент вставки иксжитого, то вставка, она по времени занимает столько же, сколько безуспешный поиск. То есть, на самом деле, нас интересует время безуспешного поиска элемента иксжитого на момент его вставки. И вот оно-то и будет временем успешного поиска сейчас. И все это надо еще усреднить по, собственно, тому, какой же по порядку этот элемент иксжитый. Это у нас, по нашему предположению, может быть, с равной вероятностью любой из элементов, которые уже находятся в таблице. Поэтому у нас будет еще усреднение по этому. Хорошо. Теперь, собственно, получается следующая вещь. Так. В тот момент, когда у нас... Да, собственно, у нас есть оценка времени безуспешного поиска. И если у нас элемент сжитый по порядку, то в тот момент, когда он вставлялся, коэффициент заполнения это был альфа раньше. Это был g или g-1 написать. Так. Ну, давайте он будет для простоты g. То есть, это будет g деленное на m. Вот столько такой коэффициент заполнения был, когда этот элемент вставлялся. И вот по этому коэффициенту заполнения мы можем оценить, сколько времени это заняло тогда. То есть, тогда это заняло не больше, чем единица. g, значит, это безуспешный поиск. Поиск тогда. Это будет единица, деленная на единица минус g, деленная на m. А это, соответственно, будет так. m, деленная на m минус g. То есть, вот это мы получили верхнюю оценку времени поиска, времени успешного поиска в том случае, если элемент, который мы ищем, был по порядку житым. А теперь нам надо все это дело еще усреднить по, собственно, по различным номерам жи. Поэтому я сейчас возьму и здесь это дело оценю. так. Значит, у нас какова вероятность того, что что x это в точности x житая. Это единица, деленная на n. А теперь для каждого x житого, это у нас сумма g от единицы до n, для каждого x житого у нас оценено время поиска. Это m, деленное на m минус g. Вот такую штуку мы хотим вычислить. Так. И если это глупо оценить интеграл, то у вас получится mn-х нового гэйца участного отделения m к минус g. Да, спасибо. Именно это я сейчас буду несколько минут говорить. Да. Хорошо, да. И при этом еще этот интеграл, я так его не очень отчетливаю. Да, ну хорошо. Значит, что здесь получится? Так. Сперва можно эти m и n вынести, после чего останется сумма g от единицы до n от... Так, кстати, в моей шпаргалке у меня сумма была от нуля. От нуля это... А должно ли быть от нуля? Если x был... Наверное, это не должно быть от нуля. Это у меня что-то в шпаргалке не так, а сейчас я пишу правильно. Хорошо. Значит, тогда будет следующее, что это сумма, житая от единицы до n от единицы, деленная на m минус g. Здесь мы можем сделать замену переменных в сумме. В сумме. так, если мы первый элемент ищем, то... то... Так, ну мне кажется, что ж равно единице, это значит, элемент, который мы ищем, они же у меня от единицы нумеруются. Вот. x1 и так далее, xn. Это значит, что x равен x1. То в этом случае это ж равно единице, нет? Или... А! А! Мы в правильной единице меньше. Да, мы в правильной единице меньше, потому что это безуспешный поиск в слух таблице, где было ноль элементов. Да? Так. То есть это на самом деле значит, что безуспешный поиск вот здесь должно быть g-1, правильно? Так. Коэффициент заполнения у нас в этот момент был g-1. Это было g-1, деленное на m. Здесь, соответственно, стало m, деленное на m, минус g-1. Так. Что, простите? Да, да, конечно, плюс 1. Так. Теперь минус g плюс 1 осталось здесь. Так. Минус g плюс 1 стало здесь. Так. Хорошо. И теперь вот я хочу сделать здесь замену переменных. Замена переменных. Так. Сейчас. Нет, здесь не от нуля. Это вот та ошибка, которая у меня была, она исправлена добавлением единички, по-моему. А нумерация у меня осталась как была. Нет? Да. Да, по-моему, я не наврал. Да. Вставлять элементов начинается с x-0. А x-0 нет. Они у меня... Ну да. А, в смысле, что перенумеровать их. Да. Можно было перенумеровать. Ну, я как не догадался. Хорошо. Так. А теперь вот сделаем здесь замену переменных. А замену переменных у меня... Я... Такое я без шпаргалки не сделаю точно. Она у меня была от m минус n плюс 1 до m. И вот если у нас теперь сумма по таким k... А, ну и здесь m деленное на n остается как было. то здесь у меня должно получиться сумма от 1 до k. Ну вот. А вот эта штука, собственно, она примерно оценивается. Вот что там больше ли равно, меньше ли равно. Это я уже совсем сделать, конечно, не могу. m деленное на n от интеграла от m минус n до m единица на x dx. А это, соответственно, будет логарифм, от которого останется следующее. От него останется... Так. m деленное на n логарифм m минус логарифм m минус n. Так. А это, собственно, чему будет равно? Так. Это у нас просто единица, деленная на альфа. Так. А это будет разность логарифмов. Это m деленное на m минус 1. Это будет, собственно, так, значит, здесь у нас будет это логарифм от m деленное на m минус n. Да. А это у нас будет так, единица... Сейчас. надо это понять. Это будет единица внутри деленная на единица минус альфа. Вот это внутри. И, соответственно, здесь у нас остался, да, логарифм от единицы на единица минус альфа. Хорошо. Вроде получилось, да? Ну, на единичку я там где-то по дороге мог ошибиться, но это как бы да, это не так страшно. Хорошо. Значит, вот такое у нас получилось среднее время поиска. Ну, как бы, да. Общая мораль, конечно, все равно такая, что если у нас коэффициент альфа приближается к единице, то все это будет работать не очень хорошо. А как мы вообще понимаем, что у нас таблица почти заполнена? Так. А надо хранить сколько в ней элементов, иначе иначе за линейное время будет. Да, только так. А, да. Мы написали равенство? Да. Да. Сказали, что последнее задание на номер дн. Да. Да. Почему? А потому что у нас таблица не до конца заполнена, то есть так, что у нас будет а сейчас у нас m элементов. Да, точно. Да, да, да. Так. Сейчас. Тогда, значит, не очень хорошо получилось. Ну, там в любом случае за оценку. Может, я не могу выкидывать. Так. Сейчас. Оно с минусом. А, ну да, конечно, конечно. Да. В общем, вы совершенно правы. Да. Оно с минусом. Поэтому для верхней оценки мы его просто выкидываем. Да. И вот там, наверное, еще надо с нуля нумеровать сумму в технической прогрессии, а то там просто. Так. С нуля. Да. Потому что иначе мы это теряем, да? Так. Хорошо. Значит, здесь надо ее с нуля нумеровать. Так. Тогда, собственно, здесь получается. Так. И здесь еще минус n на dn. Так. А здесь, собственно, тогда получается... Ну да, но все равно у нас... Да. Да. А то, когда на альфе домножится. Так. Сейчас. Тогда, но на альфе домножится. Сейчас. Не, должно вот столько получиться. Не, ну да. Поэтому она тебя написана. Поэтому нужно сумму с нуля написать. Да, сумма с нуля. Здесь она тоже с нуля. А, ну, собственно, да, в случае... В случае нуля... Так, да. Так. Ну да. Так. Так. Ну да, но это вот теперь правильно, да? Да. Хорошо, да. Ну вот, извините, у меня эти суммы, это не очень хорошо они мне даются. Так. Пожалуй, пора сделать перерыв. Давно уже надо было сделать, да. А после перерыва мы, собственно, продолжим еще немного хеширования, а потом перейдем на строковые алгоритмы. Так, господа, давайте продолжим. Собственно, я закончил короткий разговор о хеш-таблицах, но с хешированием это еще не все. То есть сейчас я хочу перейти к хешированию для символьных строк. Ну, зачем нам нужно хешировать символьные строки? Ну, во-первых, символьные строки, конечно, можно разместить в хеш-таблице, и можно их хешировать ради этого. Но на самом деле главная цель не в этом. Цель состоит в том, что тот способ хеширования, который я сейчас расскажу, для символьных строк, он позволяет реализовать некоторые... то есть решить некоторые задачи на строках достаточно эффективно. поэтому вот сейчас я введу эту хеш-функцию. Так, господа, шумно. Сейчас я введу эту хеш-функцию, и, соответственно, мы эти алгоритмы получим. Так, хорошо, для начала символьные строки. Они, как вы помните, были у нас в прошлом семестре, когда была задача нахождения наибольшей общей подпоследовательности, но там она была скорее для иллюстрации метода динамического программирования. А сейчас, собственно, строковых алгоритмов у меня будет несколько штук, поэтому давайте введем все это дело заново. Итак, у нас есть какой-то алфавит сигма. Это множество, то есть множество тех символов, из которых составлены строки, как правило, конечные. Так, далее, что такое строка? То есть, строка W это A1 и так далее, AN, где все символы принадлежат сигме, а N хотя бы 0. Если N равно 0, то, соответственно, это называется пустая строка. Пустая строка. Да, еще должен еще раз напомнить, не помню, кстати, говорил это в прошлом семестре или нет, строка обозначается буквой W. Буквой Омега строка не обозначается ну вот просто никогда. Каждый раз, когда вы называете строку Омегой, умирает котенок. Не делайте этого, пожалуйста. Да, ну вот. Хорошо. Потому что, знаете, самое страшное бывает вот еще что, что когда наконец у меня в курсе где-то встречается Омега, ее все начинают называть буквой W. Вот это особенно неприятно. Ну, пожалуйста, действительно, W это W, можете называть W, можете, если вам не нравится такое название этой буквы, заменять другую букву, там использовать какую-нибудь U или W, поскольку обычно строки обозначаются буквами W, U, V, X, Y, Z, то есть конец алфавита. Хорошо. А теперь, что еще для строк нам постоянно потребуется? Нам потребуется длина строки. Длина строки это, собственно, количество символов в ней. длина пустой строки и, соответственно, это 0. Да, еще важная вещь, пустая строка это не пустое множество, вот просто ничего общего, а то бывает путают. Строка это вообще не множество. Хорошо. Значит, так, главное, что мы делаем со строками, то есть операция, которая для них иногда требуется, это конкатенация. Мы берем одну строку, вслед за ней записываем другую. конкатенация это умножение. И вообще, вот все, множество строк можно рассматривать как алгебраическую структуру маноид. Конкатенация это умножение, пустая строка это единица, конкатенация ассоциативная, ну, в общем, это все, что надо для маноида. Да. При этом, да, это, значит, во-первых, конкатенация не коммутативна, коль скоро у вас есть хотя бы два символа в алфавите. Во-вторых, конечно же, это не группа, то есть обратного элемента к конкатенации нет, то есть нет обратного элемента к строке, и, соответственно, нет обратной операции к конкатенации. Ну вот, но это нам тоже не потребуется, поэтому теперь я просто перейду к строковым алгоритмам, но сперва просто давайте займемся хэшированием строковых данных. То есть строки постоянно используются в языках программирования, поскольку данные мы так любим представлять, мы люди, да, и, соответственно, кроме этого, в теоретической информатике тоже символные строки занимают очень большое место, то есть, как правило, когда рассматриваются абстрактные модели вычисления, то входные данные это всегда строка, так просто удобно работать. Ну вот, если мы в языке программирования, то есть в нашей программе, хотим разместить в хэш-таблице строковые данные, то тогда то их можно хэшировать, и вот сейчас я определю некоторую хэш-функцию. Итак, собственно, это будет называться полиномиальное хэширование, сейчас мы увидим, почему. Так, полиномиальное хэширование стоит следующим, что мы берем какую-то строку, а, значит, прежде чем убирать строку, мы убираем две вещи. Во-первых, некоторый модуль, модуль M большое, это некоторое число, по модулю которого мы будем производить всю арифметику. На самом деле, это число, ну да, его удобно, удобнее всего взять максимальное целое число, которое на вашей машине реализуется, то есть просто забыть о том, что есть целочисленное переполнение, и пользоваться там вот каким-нибудь, да, каким-нибудь машинным словом. В олимпиадном программировании это не очень работает, потому что, если заранее известно, какую хэш-функцию вы используете, это значит, что можно заранее дать вашей программе контрпример именно под нее. Но это как бы циркачество, а в реальном использовании, в общем, редко, когда будет возникать контрпример под вашей хэш-функцией, поэтому вполне можно действительно брать, брать по модулю целых чисел. Ну вот, значит, есть модуль, который может быть просто любым числом, а кроме этого есть еще какое-то основание степени P. Так, и далее мы будем считать, что у каждого, да, то есть это, собственно, будет пленом от этого основания степени. Так, господа, что-то где-то шумно. Так, и теперь мы будем считать, что у каждого символа алфавита есть тоже какое-то целочисленное значение. Ну, да, то есть я буду просто использовать символы в арифметике, мы будем считать, что их там можно складывать, умножать, что это на самом деле числа. Ну вот, а теперь, собственно, если у нас есть строка A1 и так далее, AN, то мы ее хэш обозначим следующим образом. Это будет сумма, так, с какого конца пойдем, в общем, на самом деле не важно, с какого конца мы пойдем, давайте с единицы до N, мы возьмем каждый, каждый, а, нет, на самом деле это важно, с какого конца мы пойдем. Так, господа, там что-то где-то шумно, давайте этого не будет. Так, хорошо, значит, мы возьмем каждый и-то символ и умножим его на P, возведенное в степень N-I. Вот так. То есть, собственно, символы у нас становятся коэффициентами, и мы их умножаем на различные степени этого числа P. Ну вот, чем это интересно? Ну да, и все это, конечно, делается по модулю M большого. То есть, все вычисления можно делать по этому модулю. Ну, так, на первый взгляд, но это, конечно, хэш-функция, как хэш-функция. Да, но как бы все ее преимущества начинают быть понятными, когда мы захотим, когда у нас есть какая-то длинная строка, давайте N у нас теперь будет, да, N будет оставаться, N будет не N, а L. Вот так мне будет удобнее. Значит, у нас есть какая-то строка из L символов, мы ее вот так хэшируем. Да, идея использования этой хэш-функции в алгоритмах состоит в том, что если у нас есть какая-то большая строка длины N, и, допустим, нам хочется просмотреть и что-то узнать о всех подстроках длины ровно L. Что это значит? Ну, если мы хотим что-то узнать о всех подстроках длины L, то для каждой мы, да, и вот для каждой мы в связи с этим захотим вычислить значение хэш-функции. То в этом случае оказывается, что вычислить значение этой хэш-функции для всех подстрок длины L можно очень удобным способом. Так что мы затратим время не N умножить на L, как можно предположить, а мы затратим время всего лишь пропорциональное N и не зависящее от длины этой подстроки. И это, конечно, очень удобно. Ну вот, собственно, это можно сделать именно из-за того, что мы выбрали такую конкретную функцию. А дальше идея следующая. Давайте сейчас я ее расскажу на примере конкретного алгоритма. Алгоритм такой, что у нас есть какая-то длинная строка. Вот это W, A1 и так далее A1. И мы решаем задачу поиска. То есть, кроме этой длинной строки нам еще дана короткая строка, и мы хотим посмотреть, можно ли эту строку, да, входит ли эта короткая строка, она будет называться, так, она будет называться X, B1 и так далее, BL. И мы хотим узнать, есть ли где-то внутри строки W под строка X. А что значит под строка? Да, это я не определил. Давайте скажем, что если W это XYZ, где XYZ это строки. Так, еще одна вещь я не определил. Множство всех строк. Множство всех строк это сигма со звездочкой. Так оно обозначается. На самом деле в этой звездочке есть определенный алгебраический смысл. Она, в общем, это некоторый оператор, но это нам сейчас совершенно не потребуется. Да, а важно то, что это просто множство всех строк над алфавитом сигма. Так, а теперь, собственно, если W это конкатенация трех строк, то тогда мы говорим, что Y это под строка. W. Ну вот, и задача, которую я сейчас рассматриваю в качестве простейшей задачи, решаемой с помощью полиномиального хэширования, это по данной строке W и строке X более короткой найти, если у W под строка X. Так, хорошо. И, собственно, каким образом предлагается это делать? Предлагается следующий способ, что мы найдем значение... А, для начала давайте придумаем совсем алгоритм, который это находит в лоб. То есть, значит, вопрос поиск поиск в строке. Дано WX, как здесь указано. Да, и вопрос, собственно, давайте скажем, найти... Так, значит, первое, верно ли, что X под строка W, а если она под строка W, мы хотим найти, где она находится. Значит, если... Если да, то найти такое значение i, что a, i плюс 1 и так далее, a, i плюс l это в точности X. То есть, найти вхождение X в строку W. Ну вот, и как это можно в лоб решать? Можно взять и начать с каждой позиции. Вначале мы попробуем найти X, начиная с первой позиции W. Посравниваем, посравниваем одинаковые символы в тех же местах. Если не найдется, ну, переходим к попыткам найти X, начиная с позиции 2 и так далее. А сколько времени это займет? Ну, в худшем случае это займет наивный алгоритм. Наивный алгоритм займет M, M операций. Потому что, давайте я сейчас даже покажу, что этот худший случай достигается. Худший случай можно представить, например, так. Если мы ищем X, это A в степени L минус 1 B, то есть, что, простите? LN, не M. Так. Да, конечно, да, да, да. LN, конечно, да. Это я L назвал M. Это со мной бывает. Хорошо, да, спасибо. Значит, L умноженное на N. Теперь, допустим, X, это у нас A в степени L минус 1. То есть, A в степени L минус 1, почему я так лихо возвожу в степень символа? Потому что, раз мы условили, что конкатенация это умножение, то, соответственно, если мы возьмем любую строку и взведем ее в степень K, это просто конкатенация K и ее экземпляров. Поэтому A в степени L минус 1 это и есть L минус 1, буква A записанная одна за другой. Хорошо. И теперь мы вот это начинаем искать в строке. Ну, давайте это будет... Можно просто в строке A в степени N. Тогда поиск безуспешный, но он действительно потребует всех этих действий. Потому что мы будем понимать, что начиная с какой-то позиции нет X, только когда дочитаем до самой последней позиции номер L. Ну вот. Ну, да, соответственно, получается так, что наивный алгоритм работает, ну, довольно медленно. А хочется сделать следующее. Можно сделать другой наивный алгоритм, который работает за L минус N. L минус N. То есть... Через динамическое... Через динамическое программирование здесь. Так. Знаете, вот я не умею искать через динамическое программирование. Да. Хорошо, давайте все-таки я расскажу то, как я это собирался искать. Да. Итак, с помощью хеширования. Идея стоит в следующем, что мы будем идти по этой строке тоже от начала к концу по строке W. И для каждой подстроки длины L мы будем получать значение хеш-функции. А при этом мы еще заранее подсчитаем значение хеш-функции от X. При этом заметьте, у нас число L фиксировано, потому что полиномиальное хеширование определено для строк фиксированной длины. То есть мы вначале фиксируем L, а потом уже для данного L у нас начинают появляться значения хеш-функции разных строк длины L, которые мы можем сравнивать друг с другом. А теперь смотрите, что будет. Вот мы сохранили значение хеша для X, мы идем по строке W и вычисляем значение хеш-функции начиная с каждой позиции под строки длины L. Как мы это будем делать, это следующее, что я скажу, а пока мы их как-то вычисляем. А дальше делать следующее. Если значения хеш-функции различны, то это значит, что подстрока точно не здесь, потому что у них разные хеш-функции. А вот если значение хеш-функции совпадает, то может оказаться, что на самом деле все равно строка там другая, у них просто случайно совпали хеш-функции. Поэтому в том случае, если значения хеш-функции совпадут, мы начнем такое же посимвольное сравнение, как в наивном алгоритме. Но идея состоит в том, что коль скоро у нас это хорошая хеш-функция, то такие совпадения будут случаться очень редко. Поэтому на среднее время работы они вообще никак не отразятся. и получится, что собственно все, что нам потребуется сделать, то есть все время работы, это время, которое потрачено на вычисление значения хеш-функции на всех подстроках. А остальное это пренебрежимо малое дополнение. Хорошо. А теперь собственно как мы можем найти значение вот именно этой конкретной хеш-функции на всех подстроках длины L. Здесь используется то, что это полиномиальный хеш. Сейчас я это делаю нарисую. Итак, как у нас работает алгоритм? Да, это называется алгоритм Робина-Карпа. Да, и собственно именно они изобрели полиномиальное хеширование строк для того, чтобы придумать такой алгоритм. Так, как это работает? Значит, первое, что делается, это мы вычисляем h от x и давайте еще вычислим, да, значит, вычислить h от x и давайте еще вычислим значение хеш-функции на первых L-символов нашей длинной строки. Да, но это, понятно, займет какое-то время пропорциональное L, то есть пропорциональное длине x. Хорошо, а дальше идея встает в том, что с такой хеш-функцией мы сможем очень легко переводить значение хеш-функции для какой-то подстроки в значение хеш-функции для следующей подстроки. А именно это будет происходить так, что вот у нас есть в каждый момент времени. Так, что M взаимно простое с количеством M должно быть достаточно большим, а то, что оно с количеством символов взаимно простое, а так ли это важно? Да, так, то есть оно действительно да, понимаете, так как здесь мы не храним их ни в какой таблице, то иметь большое M это совершенно не страшно. Это M мы берем настолько большим, чтобы нам было удобно с такими числами работать. То есть, скажем, 2 в 32 степени вот хорошее значение M. Так, хорошо. Значит, что происходит дальше? Да, собственно, вот такой случай. Допустим, у нас есть, да, вот у нас есть эта строка, и мы, начиная с какой-то позиции A и плюс 1 и так далее, A и плюс L, уже имеем значение хэш-функции для этой подстроки. Так, мы его имеем, и оно будет называться у меня WI. W большой, это будет значение хэш-функции. Так, хорошо, а теперь, да, а теперь, собственно, что я хочу сделать, а теперь я хочу получить из него WI плюс 1, это будет, да, вот это значение хэш-функции вот для этой строки, а теперь, если мы здесь запишем AI плюс 2, AI плюс L плюс 1, то WI плюс 1, это значение хэш-функции для вот этой подстроки. Как мы это будем сделать? Ну что, можно просто записать, чему это равно, и сейчас простой арифметикой мы это дело и выведем. Так, это можно стереть. Так, а теперь, что такое WI плюс 1? WI плюс 1, это сумма вот и равно единице 2L. Так, теперь не ошибиться в индексах. Это будет A, так, у нас так, а, у меня здесь разные E, это тоже не очень хорошо. давайте это будет G, чтобы они сейчас не путались в голове. Так, хорошо. Так, и теперь, да, что, простите? Это я так обозначаю значение хэш-функции для всех подстрок, просто чтобы что-то здесь иметь в обозначении. То есть, вот это, это будет, собственно, W большое 0. С него мы начинаем, его мы вычислили в начале. А дальше мы будем последовательно друг из друга вычислять. Ну вот, теперь, соответственно, что это получается? Это сумма G равна от 1 до L. Здесь будет A, A и плюс G. Так, A и плюс G, ведь так, не, A и плюс 1. Это начинается сейчас, это позиция и плюс 2, это и плюс G, так, плюс 1. Если G равно 1, у нас и плюс 2. Хорошо. Если G равно L, то E плюс L плюс 1 тоже хорошо, потому что здесь E плюс L плюс 1. Так, все, вроде все исправил. Так, значит, и теперь мы это умножаем на P в степени L минус G. Да, а, теперь, на самом деле, это проще нарисовать на этой картинке. Сейчас, сейчас я это нарисую, что у нас, с какими коэффициентами они здесь все будут? Это будет с коэффициентом P, так, W, E там. А и плюс 1 будет с коэффициентом, собственно, P в степени L минус 1, а и плюс L будет с коэффициентом P в степени 0. Правильно? По-моему, правильно. Да, потому что в таком порядке они у нас вычисляются. Самый последний символ с коэффициентом единицы. Ну вот, а теперь давайте посмотрим то же самое для следующего значения хэш-функции W и плюс 1. Для следующего значения хэш-функции здесь A и плюс L плюс 1 будет с коэффициентом P в степени 0, а это будет с коэффициентом P в степени 1. Ну да, ну и так далее, что вот это, скажем, было с коэффициентом P в степени L минус 2, а стало с коэффициентом p в степени l минус 1. То есть на самом деле все коэффициенты... Во-первых, этот элемент пропадет совсем, это слагаемое пропадет совсем, это слагаемое появится с коэффициентом 1, а все остальные домножатся на p. Это все, что произойдет. Ну вот это, собственно, осталось написать. То есть это что будет? Это будет w... Так, значит, мы берем w и t, вычитаем из него то, что совсем пропало. Это будет a и плюс 1, a умножить на p в степени l минус 1. Вычли. Теперь мы все это домножим на p, с тем, чтобы у нас коэффициенты сдвинулись на единичку. А потом еще добавим новые значения. Это будет плюс a и плюс l плюс 1. Ну и все это, естественно, по модулю m. Ну вот, вот так мы его получили. И что теперь с этим происходит? Да, теперь, собственно, алгоритм на каждом шаге будет получать... Да, за какое время это делается? Если у нас константа p в степени l минус 1 заранее вычислена по модулю m, то можно просто на нее домножать старый символ. Это делается тогда за константное время от l независимого, поскольку у нас это предпросчитано. Тогда это одна операция, вторая операция, третья операция, четвертая. То есть все это делается за константное время. Поэтому-то и будет получаться, что весь алгоритм будет работать за время всего лишь, собственно, n. И ни от чего больше время работы не зависит. Ну вот. Но это оно будет, скажем так, это ожидаемое время работы. Ожидаемое при условии, что хэш-функция сработает хорошо. Но, опять-таки, надо помнить, что какие бы у вас ни были данные, какая бы ни была хэш-функция, всегда можно подобрать к ним контрпример, то есть такие данные, на которых у вас все будет бить в одну точку. А если все будет бить в одну точку, это значит, что у вас разные строки, а хэш-функции будут одинаковые, и вам придется фактически работать как наивный алгоритм, поскольку при совпадении значений хэш-функции вам ничего не остается, как сравнивать строки посимбольно. Поэтому, на самом деле, можно построить примеры, когда все это будет очень плохо работать для каждого конкретного значения этого полиномиального хэша. Ну вот. Но, да, опять-таки, это так с теоретической точки зрения, на практике это все хорошо работает. Ну вот. И теперь, собственно, о чем я еще хотел поговорить. Да, что есть алгоритм Робина Карпа, есть интересная задача поиска, которой мы еще будем заниматься, поскольку для нее есть и другие алгоритмы. Да. А для чего еще можно использовать полиномиальное хэширование? На самом деле, полиномиальное хэширование, довольно много строковых алгоритмов можно с его помощью реализовать, вот с хорошим ожидаемым временем работы. И сейчас я приведу примеры решения двух разных задач на строках, которые вот с помощью полиномиального хэширования делаются совсем легко. Впоследствии в этом же курсе мы научимся эти задачи решать даже не за хорошее ожидаемое время, а за хорошее время в худшем случае. Но это потребует гораздо более сложных методов. А здесь это то, что можно вот просто взять, легко понять, легко реализовать. Ну вот. Собственно, задачи я подобрал две. Одна задача... Да, у нас была наибольшая общая подпоследовательность, теперь будет наибольшая общая подстрока. То есть разница в том, что у нас подстрока, это берется какой-то кусок последовательно расположенных символов. Да, то есть... А в основном задачи формулируются так же, а именно нам даны две строки. Это будет А, У, это А1 и так далее, АМ. В это Б1 и так далее, БН. И найти самую длинную подстроку, самую длинную подстроку. Вот X такая, что... X это подстрока как У, так и В. Ну вот. Какое будет наивное решение? Наивное решение это мы будем для каждой... Сейчас, значит, для каждых двух позиций в А и в Б мы будем находить самую длинную подстроку, которая начинается с этого места. Вот есть строка У, строка В. Мы выбираем какую-то пару позиций и начинаем искать самую длинную подстроку, которую можно отсюда найти. Ну вот. В худшем случае у нас там все время будут совпадать символы, и поэтому это займет... Да, а сама подстрока окажется к тому же еще очень длинной. В общем, это займет время... Может быть, имеет смысл хранить длину подстроки вместо... Так, вы имеете в виду цикл по длине подстроки. То есть вначале... Храни длину подстроки, а не саму подстроку. Так, а я саму подстроку даже нигде не храню. Я тоже говорю только о длине. Смотрите, что... Я говорю о том, что для каждой пары позиций и и жи мы просто начинаем проходиться по у и в, начиная с и и жи, сравнивая символы. И мы найдем, какая самая длинная общая подстрока, начинающаяся с этих двух позиций. Мы... Никакой дополнительной памяти здесь не потребуется. Но в худшем случае у нас эти символы... Вот с каких и и жи мы не начнем сравнивать, у нас будет много-много символов. Они будут долго совпадать. И поэтому всякий раз мы их так будем просматривать. И сколько это займет времени? Это займет времени m, n на минимум m, n. В общем, что-то вроде m плюс n в кубе. И это, конечно, очень плохо. Потому что в каком случае... Да, то есть я говорил, что когда у нас были... Была наибольшая общая подпоследовательность, что эта задача действительно решается для последовательности ДНК в биологии. И поэтому там эти последовательности очень длинные. Они несколько миллиардов знаков, что ли. Ну, примерно такого типа. Порядка миллиарда. И поэтому что-то найти, если у вас там даже квадратичное время, уже довольно трудно. А если оно хуже, чем квадратичное, на кубическое, то уже все можно не пробовать. Может быть, имело смысл по поводу динамическое программирование? Ну, наверное, динамическим программированием. Это тоже можно попробовать, да. Но я сейчас хочу рассказать, как это делается, собственно, полиномиальным хэшированием. Хорошо. Значит, полиномиальное хэширование... Для того, чтобы воспользоваться полиномиальным хэшированием, есть одно небольшое затруднение. Что здесь у нас длина строки, которые мы ищем, была заранее дана. Поэтому мы знали, для какого L у нас полиномиальное хэширование. А сейчас, собственно, у нас никакая длина не дана. Поэтому, на самом деле, я буду... Сперва я расскажу алгоритм для решения следующей родственной задачи. Давайте скажем, что это процедура. Это для, значит, найти наибольшую общую подстроку для этих же строк УИВ. Длины L. То есть, для данного числа L найти, какая самая длинная подстрока будет... То есть, даже как? Найти наибольшую общую подстроку длины L. Давайте скажем, есть ли общая подстрока длины L. Есть ли общая подстрока длины L. А далее, коль скоро мы научимся решать эту задачу, найти длину самой длинной подстроки можно будет просто двоичным поиском. То есть, мы сперва попробуем найти подстроку какой-то максимально возможной длины, то есть, минимум M и N. Если ее нет, ополовиним. А дальше... Да, я понял. Можно найти все возможные хэши. Этих всевозможные хэши столб длины L, которых будет, соответственно, U-F плюс 1 и V-F плюс 1, потом отрактировать, потом попытаться найти общие хэши. Да, да, вы все поняли, да. Ну хорошо, теперь позвольте я это расскажу немного медленнее, но вы действительно все поняли. Так, хорошо, значит, как будет работать вот эта процедура? Соответственно, первое, что мы делаем, это берем, собственно, строку U и проходимся по ней вот так же, как здесь, вычисляя значение хэш-функции для всех подстрок длины L. Это мы можем сделать за время длина U, то есть в начале хэши всех подстрок подстрок U длины L. А куда их можно разместить? А можно разместить их, например, в двоичном дереве поиска. Ну, тут, на самом деле, вариантов, это уже вопрос программирования. Давайте для простоты скажем, что в двоичном дереве поиска. Так, это, значит, первое. Так, и это у нас займет время M. Значит, вычислим мы их за время M, а время у нас, но еще у нас есть двоичное дерево поиска, это будет M логарифм M. Хорошо. Так, а далее мы сделаем вторую вещь. Мы пройдемся по второй строке, по строке V. И, так, это, значит, первый шаг. Второе мы точно так же будем проходиться по строке V и вычислять значение хэш-функции на всех подстроках длины L. То есть это будут хэши всех подстрок V длины L. А теперь, как только мы будем находить какой-то хэш, мы будем смотреть, нет ли такого значения хэша. Давайте даже скажем, что находится в двоичном дереве поиска. В двоичное дерево поиска будет попадать пара. А значение самого хэша, это хэш от A и плюс 1 и так далее, A и плюс L, начиная с какой-то позиции И. И, собственно, самого номера позиции И. Теперь это значит, что, если мы, когда мы просматриваем хэши всех подстрок V длины L, то для каждого хэша мы находим, где он лежит в двоичном дереве поиска, вот это будет ключ. Именно по нему они отсортированы в двоичном дереве поиска. И, соответственно, если мы, да, по нему мы находим, если у нас находится такой же хэш, мы находим, в какой позиции была эта подстрока, после чего сравниваем их посимбольно. Потому что если хэши совпали, это еще не значит, что совпали подстроки. Ну вот. Что делается дальше? Ну, можно это, на самом деле, наверное, с двоичным деревом поиска я погорячился. Можно их просто все записать в массив, потом отсортировать. Это будет немножко быстрее. Ну, в константное число раз быстрее, но удобнее. Но это действительно мелочи, потому что общее время работы какое будет? Это будет, собственно, M логарифм M плюс M логарифм M. Это в том случае, если у нас это подстрока. Ну да, в том случае, если хэш-функция сработает так, как она должна сработать. Потому что, конечно же, как и везде, может найтись контрпример, где у нас будут сплошные одинаковые значения хэши. Так, хорошо. Значит, что дальше будет делаться? Так, дальше будет делаться следующее. Да, собственно, это мы решаем вот за такое время. Это процедура. А теперь мы используем двоичный поиск. То есть, двоичный поиск, ну, как обычно. Сперва мы... Так, двоичный поиск. И с помощью двоичного поиска мы пишем процедуру. есть ли... Есть ли общая подстрока длины... Так, на самом деле это даже длины не более, чем... Сейчас, как это нам надо? Нет, нет, это я глупость говорю. Так. Значит, с помощью двоичного поиска мы делаем следующее. Давайте... Так. Есть ли общая подстрока длины в данном диапазоне? По-моему, так. Да. Вот. Есть ли общая подстрока длины от L1 до L2? Так. Как мы делаем эту штуку? Собственно... Так. Значит, сперва, да. И эту штуку мы будем вызывать следующим образом, что если... Если подстроки длины L1 нет, а подстрока длины... Так. Сейчас. Значит, если подстрока... Так. От L1 до L2. Сейчас. Что-то я немножко запутался. Забыл, как это в прошлый раз делал. Так. Есть общая подстрока длины L1. Так. Что это значит? То, что есть общая подстрока длины L1 от L1 до L2? Так. Да. То есть, есть ли общая подстрока какой-то... Да. Кстати, да. Да. Это довольно глупо написано, потому что если есть общая подстрока длины... Так. Верно ли, что... Есть общая подстрока длины L1. Да. Да. Поэтому... А это у нас уже процедура написана. В общем, это я что-то... Немножечко... Какую-то глупость написал. Да. Дальше... Лишняя оценка на длину общей подстроки 0 такая высокоточная есть. И верхняя оценка это M плюс N плюс 1. Такого высокоточной нет. Так. После этого каждое раз в твоей подстроке проверяем среднее. Поверяем среднее. Да, именно... Допеку, а пока разность верхней и нижней оценок не упадет до единицы. Да, 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 да. Вы совершенно правы. Если среднее... Если среднее... Да. Тогда... Да, да. Вы абсолютно правы. Итак, нижняя оценка длина 0. Верток L сейчас... Давайте это KL будет. Нижняя оценка K это 0. Верхняя оценка это минимум от M плюс N... От M, M плюс 1. Так. И теперь, значит, в каждый момент времени у нас такая подстрока есть, такой подстроки нет. Мы рассматриваем середину K плюс L пополам. Смотрим, есть ли подстрока такой длины с помощью процедуры. Если подстрока находится, то мы сдвигаем K. Если подстрока не находится, мы сдвигаем L. И так пока оно не найдется. Да. Спасибо, вы меня выручили. Так. Теперь, собственно, да. Ну вот так она решается. На самом деле, потом мы научимся это дело даже еще быстрее решать. Но... И причем с хорошим временем в худшем случае. а не в среднем случае. Но это потом... Для этого потребуется просто гораздо более сложное построение. А здесь вот все просто полиномиальное хеширование и алгоритм получается. Так. А вторая задача такая немножечко искусственная. Такие любят олимпиадные программисты. Хотя, на самом деле, ну не такая уж она искусственная. То есть она будет о полиндромах. Полиндромы, в общем, тоже встречаются в каких-то приложениях по поиску строк, в том числе в тех же биологических. Потому что полиндром это может быть какая-то последовательность ДНК, которая взяла, вот так завернулась и вот здесь получается что-то похожее на полиндром. Да. Соответственно, да, не так уж это и бессмысленно. Да. А задача, собственно, очень проста. Есть строка, надо найти в ней самую длинную подстроку, которая является полиндромом. Так. Самый длинный полиндром. Самый длинный полиндром дано строка W A1 и так далее А1 найти найти наибольшую по длине давайте наибольшую по длине, то есть самая длинная самая длинная строка X такая, что X это подстрока W и при этом X является полиндромом. Да, и при этом X является полиндромом. То есть сейчас я введу обозначение X это X обратное. То есть записанное в обратном порядке обращенное это если у нас есть строка A1 и так далее АК то обратное к ней это строка состоящая из тех же символов записанного в обратном порядке. Ну вот. Такое обозначение при разговорах о полиндромах очень удобно. Ну вот. Собственно как теперь это дело будет делаться. Так. Для начала какой может быть здесь наивный алгоритм? Наивный алгоритм можно точно так же придумать основанный на сравнении всего. Значит если есть полиндром у полиндрома можно рассмотреть два случая четной и нечетной длины. Если он четной длины это значит что он состоит из двух половинок и они вот так вот одинаковые. Если он нечетной длины то у него есть центральный символ который ни с чем не сравнивается. А здесь вот две половинки которые тоже в обе стороны одинаковые. Ну вот. Поэтому на самом деле задача найти четный полиндром и нечетный полиндром они чуть-чуть отличаются. Но давайте сделаем так что возьмем для каждого вот у нас есть эта длинная строка W так мы будем брать каждую позицию в качестве возможного центра. То есть я бы сказал так если мы ищем полиндром нечетной длины то у нас центр это позиция. если мы ищем полиндром четной длины то центр так скажем между двумя позициями и вот из каждого такого места каковых у нас строка длины N таких возможностей у нас соответственно что-то около 2N то есть полиндром начинающийся с любого места четной или нечетной длины. А дальше начиная с этого места вот скажем вот этой полиндром нечетной длины мы пойдем сравнивать соответствующие друг другу символы. и так мы будем сравнивать и сравнивать пока наконец не обнаружится несовпадение в этом случае мы нашли самый длинный полиндром с центром в этом месте и так мы будем делать с каждой позиции а в худшем случае у нас куда ни глянь везде будут полиндромы расти и очень длинные поэтому получится что-то вроде N в квадрате N в квадрате это тоже не быстро а хочется чтобы все это работало быстрее ну вот а метод сейчас будет на удивление похож на то что мы уже видели а именно так я сейчас это сотру а может быть даже буду частично использовать повторно искать полиндромы длины L да искать полиндромы длины L именно так да то есть если подстрока полиндромы длины L если подстрока полиндром длины L и делать да но делать мы это будем немножко иначе поскольку здесь есть да то есть что нам потребуется делать для этого так сперва первое что сделаем это мы вычислим значение полиномиального хэша для всех подстрок длины L так значит хэш для всех подстрок длины L но сохранять мы его будем на этот раз не в дереве поиска а сохранять мы их будем просто в массиве то есть это будет массив а будет он x так начиная с каждой позиции x0 и так далее там x от M N минус L наверное что-то такого типа это подстроки начинающиеся то есть это будут хэши подстрок начинающиеся с каждой позиции хорошо вот это мы разместили а теперь сделаем следующее а теперь да сейчас я покажу в чем стоит идея идея стоит вот в чем что вот допустим где-то есть полиндром так вот пусть он будет для простоты четный это значит что четный полиндром это здесь какая-то подстрока x а здесь подстрока x обратная ну вот его можно в таком виде представить четный полиндром да хорошо так значит здесь подстрока x а здесь x обратная а теперь мы сделаем следующее кроме этого да так мы рассматриваем полиндром длины l а теперь давайте возьмем запишем всю эту длинную строку в обратном порядке так при этом сейчас значит мы идем вот так и делаем полиномиальное хеширование а теперь мы возьмем ту же самую строку пройдем в обратном порядке и будем делать полиномиальное хеширование да строка та же я здесь a1 здесь an здесь an здесь тоже a1 здесь an но формула по которой будет вычисляться полиномиальное хеширование она просто перевернута иными словами можно взять перевернуть строку w записать ее в обратном порядке применить самое обычное полиномиальное хеширование ничего больше делать не придется да ну вот а идея вот в чем что когда мы дойдем вот до этого места а это у нас кстати длина полиндрома это у нас l то что мы хотим найти вот мы дойдем до этого места он же полиндром то есть вот он здесь так же выглядит xx обратное а если его записать в обратном порядке это будет тоже xx обратное поэтому на самом деле вот проходя через это место с конца алгоритм найдет то же самое значение хеш-функции что и здесь есть хотя значение хеш-функции он ищет для обращенной строки поэтому что получается что вот мы в одну сторону записали то есть в одну сторону мы прошли вперед записали значение всех хеш-функций а на втором а собственно когда мы идем в обратную сторону это будут хеши всех подстрок так это здесь w называется все-таки строка всех подстрок w длины l а здесь хеши всех подстрок w обратное длины l и теперь мы для каждого хеша который мы находим так значит здесь давайте обозначим позиции вот это позиция i плюс 1 и она лежит в х полиндром начинающийся вот с этого места а здесь когда мы пойдем в обратную сторону вот эта позиция будет по номеру какая она будет она будет i плюс две длины икса икса а икса у нас кстати это и пополам сейчас да то есть на самом деле да это будет х плюс л хорошо на самом деле не так уж важно четный он или нечетный это совсем не важно главное что это полиндром давайте даже немножко упростим здесь это будет икс 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 а здесь это будет тоже собственно икс но когда мы идем в обратную сторону мы для него получим то же самое значение хэша вот что важно ну вот вот здесь он начинает с позиции и плюс л поэтому что значит что 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 когда мы будем проходить так а позиции и плюс л в обратной строке это будет соответственно какой-то там n минус i плюс l плюс 1 что-то вот такого типа да хорошо то вот когда мы пройдем через эту позицию то мы ее будем сравнивать вот с этим значением а можно кстати даже да так значит да хорошо мы будем сравнивать ее с тем же нет нельзя да так мы ее сравним с этим значением и если они если хэши совпадут то мы опять-таки будем их сравнивать посимвольно то есть будем посимвольно проверять если здесь полиндром длины l если хэши не совпадают мы спокойно идем вперед ну вот а далее исходя из того что что хэш функция у нас хорошая мы получим что эти совпадения будут происходить редко и поэтому они не будут никак влиять на среднее время работы и окажется что все это дело мы можем вычислить за линейное время от от длины строки а дальше остается двоичный поиск а двоичный поиск он абсолютно такой же как был в том случае поэтому его можно заново не писать то есть двоичный поиск тут будет длина наибольшего полиндрома она не больше чем 0 и не меньше чем то есть не меньше чем 0 и строго меньше чем n плюс 1 ну вот до такого мы и доведем на самом деле это я ошибся для счетных счетов не нужно по отдельности важно только то что двоичном поиске а почему а сейчас а да конечно да 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 вы правы да 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 вы правы то есть действительно придется отдельно вычислять сейчас отдельно вычислять полиндромы четный и нечетный так сейчас нет 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 сейчас вы меня все-таки не убедили а а хорошо тогда значит придется сделать двоичный поиск отдельно я уже для этого ничего писать не буду он в общем все равно останется таким же но но придется отдельно считать и так, и так. Да, спасибо, я, честно сказать, об этом не задумывался никогда. Да, ну вот, а время, соответственно, двоичный поиск потребует умножения на логарифм, поэтому получится O от n логарифма. Ну вот, вот так можно хорошо строить строковые алгоритмы для решения каких-то задач с использованием полемиального хеширования, у которых будет удачное среднее время работы. Ну вот, а теперь я хочу перейти к, собственно, следующей теме о строковых алгоритмах. Это я возвращаюсь к задаче поиска, но вместо алгоритма Рабина Карпа, с которого мы начали разговор о полемиальном хеше, я хочу рассказать алгоритм, который работает за хорошее время в худшем случае, то есть всегда работает за хорошее время. Этот алгоритм интересен тем, что, ну да, что как алгоритм Рабина Карпа открывает определенные алгоритмические перспективы, так, на самом деле, следующий алгоритм тоже позволит нам получить какой-то новый метод обработки строк, а заодно послужит еще введением к важной модели в теоретической информатике вообще. То есть не к алгоритмам, а к некоторой теоретической модели. Но сперва давайте опишем эту задачу. Так, Рабин Карп у нас уже был. Теперь я хочу вернуться, на самом деле, да, заново рассмотреть задачу построения алгоритма для задачи поиска в строке. И начнем мы опять с наивного алгоритма. То есть наивный алгоритм, у нас вот дана длинная строка W, короткая строка X. Теперь мне будет удобно называть ее, наверное, она будет M символов длиной. Так, теперь она длиной M символов. Так, и хочется, собственно, найти, есть ли такая подстрока, если она есть, найти какое-то ее вхождение. Хорошо. На самом деле алгоритм, который построен, все вхождения найдет, он, в общем, хорошо будет работать. А сперва мы вспомним наивный алгоритм. Это значит, что начиная с каждой позиции в длинной строке, мы пытаемся найти короткую. И последовательно проверяем символы от начала и далее. Ну, так можно делать, но это время будет Mn, это мы уже видели. А теперь я хочу вот этот наивный метод улучшить так, чтобы довести его до хорошего алгоритма, работающего за линейное время. Итак, собственно, идея следующая. Вот у меня есть заготовленный пример. Пример такой, что пусть у нас есть строка W, это AB, AB, AAB. А теперь мы в ней хотим найти X, равный AB, A, A. Ну вот, собственно, как выглядит сравнение в начале. Вот мы начинаем с позиции, с начальной позиции в W, пытаемся в ней найти X. А и А совпадают. Хорошо. B и B совпадают, А и А совпадают, а здесь вот не совпали. То есть мы дошли до вот этого места сейчас и поняли, что под строки здесь на самом деле нет. Вопрос вот в чем. То есть после того, как мы дошли до этого места, ну да, наивный алгоритм начал бы искать строку вида AB, A, A, начиная с позиции 2 в строке W. На самом деле, начиная с позиции 2, вот как бы мы, исходя из здравого смысла, видим, что это совершенно бесперспективно пытаться найти, начиная с позиции 2, по следующим причинам, что, коль скоро мы нашли, коль скоро первые, последние три, значит, мы сейчас находимся вот здесь, у нас за плечами три символа. Коль скоро эти три символа совпали с первыми тремя символами X, это значит, что, начиная со, да, и мы знаем, что первый и второй символ X не совпадают, то, начиная вот с этого места, никак не может начинаться X. Вот просто потому, что вот эти два символа не совпадают. А это мы тоже знаем заранее. То есть мы знаем заранее, на самом деле, вот такое, как бы можно... Что может быть, может быть, иметь труд заранее для них найти потенциальные крепости? Ну да, в общем, так и так, конечно, и делается, да. Да, да, ну хорошо, значит, пока что я начал с совсем простого, вот что мы точно здесь видим. Мы знаем, что если три символа совпали, вот у нас в голове уже есть число три, три мы нашли, и три были одинаковыми, то после трех не имеет никакого смысла начинать со следующей позиции. Вот это простая вещь, которую мы знаем. А вот начиная с плюс еще одной позиции вполне можно. На самом деле здесь-то как раз начиная со следующей позиции надо, то есть плюс две позиции, потому что начиная отсюда, здесь есть подстрока x. Ну вот, поэтому на самом деле мы хотим алгоритм, который бы в случае, если у нас за спиной три символа, то есть три символа x, в этом случае... Да, кстати, да, еще одно небольшое дополнение. Что вот, допустим, да, вот мы прочитали три символа, мы знаем, что они совпали. Вот эти три символа и вот эти три символа. Хорошо, что мы в этом случае еще можем сказать? В этом случае, да, мы знаем, что начинать со следующей позиции бессмысленно, начинать с позиции плюс два осмысленно. Да, может быть, имеет смысл. Кроме того, мы знаем вот такую интересную вещь, что так как третий символ x равен первому символу x, то мы эти символы уже сравнили. Мы знаем, что этот символ, это и есть первый символ x. То есть мы можем продолжать искать x с того же места, где мы сейчас находимся, и, соответственно, начиная сравнивать вторую его позицию. Ну вот, поэтому на самом деле, да, и это... Главная идея в том, что такое мышление, оно работает и в общем случае. То есть мы можем взять x, произвести на нем какие-то предварительные расчеты, после чего мы установим то, что... да, после чего мы... Нам не придется в строке w никогда глядеть назад. Все, что нам нужно будет помнить, это одну величину. Сколько символов x мы только что распознали. Сколько первых символов x у нас сейчас находится за плечами. И вот в данном случае, да, как я это описывал, это так и работает, что вот здесь у нас за плечами три проверенных символов x, поэтому после этого мы можем свести это три к единице, потому что третий и первый символ x одинаковые, после чего продолжить сравнение второго символа x здесь. Еще раз, иными словами, разочаровавшись в попытках найти четвертый символ x, мы можем перейти непосредственно к нахождению второго символа x в этой позиции. То есть есть вот такая некоторая функция, с помощью которой можно, ну, так сказать, испытав в жизни разочарование, поумерить свои претензии, найти длинную подстроку и начать искать более короткую подстроку. Вот это мы научимся автоматизировать. То есть сейчас пока что это все было исключительно на словах, а хочется придумать алгоритм, который это дело будет пытаться, да, который это дело будет автоматически находить. Итак, значит, это, собственно, называется алгоритм, да, это называется алгоритм Кнута Морриса Пратта. Так, алгоритм Кнута Морриса Пратта. Так. И, собственно, что я хочу с ним сейчас сделать. Так, значит, как я уже говорил, что всякий раз, когда он прочитает какие-то и первых символов строки W, вот он их прочитал, после этого он должен помнить следующую вещь. Он должен, да, то есть он должен помнить... Да, вот до этого он дочитал эту подстроку. А здесь он надеется найти Х. Это Х, который он надеется найти. Так, эта стрелочка уже не нужна. Так, это Х, который он надеется найти. И что ему для этого нужно помнить? Что после чтения И символов он должен помнить длину Ж вот этого кусочка. Сколько, как я уже говорил, сколько символов Х у него находится за плечами. Ну вот. Соответственно, что дальше происходит? Да. Дальше, то есть он это помнит, то есть мы знаем, что здесь находится вот это начало Х. А после этого он просматривает следующий символ, а следующий символ это будет АИ плюс 1. Так, он рассматривает символ АИ плюс 1, а какой следующий символ ХА? А следующий символ ХА это ХЖ плюс 1. То есть БЖ плюс 1. Да, БЖ плюс 1. Так. Вот. И что он должен с ними сделать? Он их пытается сравнить. Если они оказываются равны, то все очень просто. Алгоритм просто продвигается вперед, увеличивает И на единичку. То есть Ж на единичку, естественно. Да, он продвигается вперед. После чего, если у него так все будет получаться, то он через какое-то время найдет, собственно, найдет вхождение ХА. Но если вхождение ХА, начиная с этой позиции, на самом деле нет, то рано или поздно случится несовпадение. И вот для несовпадения мы хотим посчитать следующую функцию. Это функция, которая позволит, ну вот как было в этом примере, от 3 откатиться обратно к единице. Что у нас только один был правильный символ, то самое за плечами. Ну вот. Да. Чтобы от 3 откатиться в единице, нам нужна префиксная функция, которая будет определяться так. Так, то есть, это значит по Х мы строим префиксную функцию, которая говорит о том, на какую позицию мы можем откатиться. Сейчас я ее определю. То есть, собственно, неформально я все это уже говорил. Сейчас я ее определю, ее значение, а потом еще расскажу, как ее можно находить. Так, значит, префиксная функция. Для каждой позиции... Для каждой позиции Х, включая, кстати, еще и последнюю позицию. Да, последняя позиция... Зачем здесь М? Если у нас за плечами М символов Х, это значит, что мы их, собственно, уже нашли. Но в этом случае... Да, алгоритм Кнута Морреца Пратта позволяет найти все вхождения Х. Поэтому в этом случае мы хотим откатиться и продолжить поиск до следующего вхождения. Поэтому М здесь тоже нужно. Итак, значит, это сколько у нас символов за плечами, а это сколько символов мы можем распознать, если немножко поумерить наши претензии. Ну вот. А теперь, собственно, надо определить, чему она равна. Так. Пи от и того. Так, вот и. Так, а здесь она у меня была для жи определена. Нет, знаете, она все-таки все равно будет для и, так удобнее. Так, значит, пи от этого. Это если у нас и символов Х за плечами. Так, тогда потребуется еще одна картинка. Так. Так, это значит А1, АИТ, то есть B1, B1, B8. Это вот кусок Ха, который мы уже нашли. И мы будем применять функцию пи, если, собственно, эти символы окажутся неравны. Так, хорошо. Да, и это Х продолжается. И это тоже продолжается. Так, теперь, значит, что же такое пи-то? Мы хотим взять наибольшую такую позицию, что, собственно, начиная с этой позиции, здесь будет тоже начало Ха. Так, сейчас не наибольшую позицию. Так. Да, конечно, наибольшая... Сейчас. Мы хотим вычислить наибольшее количество символов. А это будет наибольшая вот такая длина, что это тоже Х здесь начинается, и это Х начинается, что все вот эти будут совпадать. Вот такая наибольшая длина. Теперь осталось это записать значками. Это будет наибольшая такая длина Ж, что, во-первых, она строго меньше, чем И, потому что мы куда-то откатываемся. А, во-вторых, если мы возьмем... Да, первые Ж символов... Так. С Ха. Это вот эти вот первые Ж символов Ха. Вот это вот Ж. Мы, конечно, наверное, можем Б и И плюс первое захватить. А Б и плюс первое... На этом этапе мы еще ничего о нем не знаем, кроме того, что оно не равно. Потому что, понимаете, если оно не равно, это вот здесь у нас символы только А и Б. А так, на самом деле, их здесь может быть много разных. То есть план такой, что мы вначале по функции П будем откатываться вот так, не глядя на этот символ, а потом уже будем его заново сравнивать. То есть мы его сравниваем только в одном месте, в алгоритме. Сейчас увидим алгоритм. Алгоритм-то он будет... После того, как у нас эта функция определена, алгоритм будет совсем коротенький. Так, да. А теперь вот надо всю арифметику с номерами позиций сделать. Что вот эти позиции – это ровно эти. Значит, здесь мы должны докончить на Б и Т, а здесь должно быть Б и минус G плюс 1, так кажется. Или минус 1. Ну, что-то примерно такое. Да, вот в моей шпаргалке это было так же, но будем надеяться, что я не ошибся в индексах. Хорошо. Собственно, это вся функция. Да. А здесь у нас был пример. Вот в этом примере у нас... Какой расчет мы здесь проводили? Мы брали π от 3. То есть после того, как мы... Три символа совпадают, четвертый не совпадает. Мы брали π от 3. Оно равно единице. После чего продолжали работу, как будто он... Да. Уменьшив значение в нашей переменной с 3 до единицы. Заново сравнивали букву B. Хорошо. А теперь, собственно, давайте я напишу алгоритм. Он довольно простой будет после того, как функция есть. Так. Так. Алгоритм будет у нас такой. Так. Значит, сперва у нас G. Это вот это G. Сколько у нас символов за плечами? Да. Теперь мы возвращаемся вот к этой картинке. У нас G символов за плечами. То есть последние прочитанные нами G символов, они, собственно, совпадают с первыми G символов икса. Изначально таких символов мы не знаем. Затем цикл для I от 1 до N по всем символам в строке W. Так. Теперь мы будем откатываться. Да. Если у нас окажется, что следующие символы не совпадают, как это нарисовано вот здесь, мы откатываемся назад. И это, кстати, может быть не единственный откат. Может быть, они и дальше не будут совпадать с продолжением. Поэтому на самом деле это выглядит как еще один цикл. Пока B G плюс 1 не равно АИ тому. АИ это тот символ, который мы сейчас читаем. Так. Пока они не совпадают. И при этом еще G хотя бы единица. То есть у нас еще сохранились какие-то надежды на то, что там чего-то совпадает. Да. То есть пока там чего-то находится, мы откатываемся назад. Поскольку эти надежды, они оказались неоправданными. G это P G. Ну да, здесь описывался один откат, но в общем случае может потребоваться несколько. Хорошо. А теперь, наконец, да. Каким образом этот цикл может завершиться? Либо он мог завершиться от того, что наконец-то символы совпали, либо он мог завершиться до того, что G ушел в ноль. То есть у нас вообще ничего похожего на начало X за плечами нет. Так. Хорошо. Теперь рассмотрим тот случай, если они все-таки совпали. Если B G плюс первое совпало с A E, то в этом случае это как раз хороший случай. Вот они совпали, мы можем идти вперед. А идти вперед, это значит, что мы к G прибавляем единичку. Так. И теперь, наконец, последнее, что осталось, это если строка когда-то найдется, то есть так, в принципе, пока строка не находится, оно все так и работает. А вот если под строка когда-то найдется, нам надо еще и в этом случае от нее, во-первых, что-то сказать, а во-вторых, откатиться назад. И вот это последний случай. Если G это M, то есть это значит, что у нас за плечами вся строка X, то, во-первых, мы выдать смещение, по которому, то есть номер позиции, начиная с которого найден X, это E минус M. А во-вторых, нам надо также откатиться. Откатиться, используя функцию P. Это G равно P от G. Ну вот. Вот, собственно, и весь алгоритм. Да, то есть пока что единственное, что осталось, да. А давайте теперь посмотрим, как он полностью работает. Полностью он работает так, что если у нас есть какая-то строка X, если у нас дано и W, и X, то сперва мы по X построим префиксную функцию. Как это делать, это отдельный разговор, но, естественно, по определению ее можно сделать за время, за квадратичное время. Но это плохо, мы научимся быстрее. Но, в общем, главное, что за какое-то время мы ее делаем, и это мы делаем еще до того, как мы увидели W. А потом мы, построив функцию P, мы подготовимся к поиску именно этой подстроки X в любой данной нам подстроке. В любой данной нам строке. Дальше нам дают W, и мы легко это делаем. Да, теперь вопрос, за какое время мы это делаем. Потому что так, если смотреть на это, не вникая в подробности, то вот этот цикл может потенциально уменьшать G на единичку долго-долго-долго. И, да, это может быть до N итераций. Здесь может быть N итераций, здесь ровный N итераций, может возникнуть N в квадрате. На самом деле, N в квадрате никогда не возникнет. Да, и анализ здесь довольно простой. Анализ этого алгоритма таков, что всякий раз, когда вот эта строчка выполняется, значение G уменьшается хотя бы на единичку. А при этом изначально значение G нулевое. То есть для того, чтобы мы его могли уменьшать, чтобы мы могли вот растратить G, нам надо его откуда-то приобрести. А приобретаем мы G только вот в этой строчке. Поэтому на самом деле число выполнения этой строчки не будет превосходить число выполнения этой строчки. А эта строчка будет выполняться, собственно, да, она будет выполняться, да, не более чем N раз. Прошу прощения. Поэтому получится, что и вот эта строчка выполняется не более чем N раз. У нее просто, да. То есть на каких-то итерациях она может действительно на единичку уменьшать как бы долго и последовательно уменьшаться на единичку, но в сумме она все равно будет выполняться не более чем n раз. Поэтому и получается, что время работы этого алгоритма линейно. Ну вот, что, собственно, осталось посмотреть? Осталось посмотреть, каким образом мы вычислим значение префиксной функции. А значение префиксной функции, собственно, для него можно написать алгоритм. На самом деле, да, на пальцах его объяснить очень просто, как находится префиксная функция. Префиксная функция, это мы фактически запускаем тот же самый алгоритм Кнута Морриса Пратта, чтобы искать вхождение ха внутри ха. Вот так это, вот, собственно, в этом смысл этого вычисления. Ну а сейчас я, как бы, исходя из этой общей идеи, запишу алгоритм, который это дело считает. Это будет здесь. Так, значит, мы строим значение префиксной функции. Первое, что мы делаем, это в... Чему равно π от единицы? π от единицы может быть равно только нулю, потому что g должно быть меньше, чем i. Поэтому значение π от единицы мы можем написать просто так. А вот для всех последующих придется его строить. Так. И алгоритм, как я говорил, он будет очень похож. То есть, в каждый момент времени мы будем помнить... Да, то есть, алгоритм будет так же... Сейчас здесь я оставляю пустую строчку. А здесь для... Так. Для i, собственно, от 2 до m. Мы будем проходить через символы ха. Так. И, собственно... Да. Проходить через символы ха и стараться найти... Стараться... Так. Значит, на каждой этой итерации мы будем помнить то же, что и здесь. Сколько... Сейчас будет новая картинка, подобная этому. Так. Картинка будет такая. Мы будем помнить... Значит, у нас есть х. И в хе мы находим х. Мы будем помнить, сколько символов ха... Это будет g. Сколько первых символов ха у нас сейчас находится за плечами. Вот это мы хотим запомнить. Ну вот. Изначально это, собственно, равно 0. Так же, как и здесь, потому что это, в общем... Да. Для и от единицы до n. Что-то не так? Там почему тут g равно g плюс d на меня и равно n плюс 1. А, потому что и... И сам по себе увеличивается. Потому что это... Да. А g это сколько символов... Сколько первых символов ха... Значит, g это самое большое такое число, что... Это первые g символов ха. На них заканчивается прочитанный нами кусок длинной строки. Понятно. Да. А вот здесь сейчас будет то же самое. Что это сколько первых символов ха мы только что прочитали в хе. Потому что мы в хе находим х. Ну вот. Хорошо. Что мы для этого делаем? Теперь пока... Так, это... Это здесь будет цикл. Немножко с картинкой перепутался. Но вот сейчас будет идти тело цикла. Опять-таки же... Так же, как и в алгоритме поиска. Если следующие символы совпадают, мы просто продвинемся на единичку вперед. Если они не совпадают, мы откатываемся назад. А как мы откатываемся назад? А у нас функция π уже вычислена для меньших значений. Поэтому мы можем через нее откатываться. Мы же, собственно... Мы ее уже вычислили для того, что нам потребуется. Поэтому пока b и плюс первое... Так, g плюс первое. Это следующий символ. Не совпадает с b и там. То есть, вот это как раз... Вот это b, g плюс первое. Это b и т. Вот если они не совпадают, нам надо откатываться. Так, и пока они не... Да, и при этом еще g больше нуля. То в этом случае мы откатываемся назад через функцию π. Она уже вычислена для этих значений. Потому что g меньше, чем мы. Ну вот. А теперь, собственно, что мы делаем? Да. Теперь, если цикл вываливается, потому что нашлись одинаковые символы... Если b, g плюс первое равно b и т... То тогда мы, собственно, увеличим g на единицу. Это тот случай, когда вот эти два символа совпали. И мы можем вот так продвинуться вперед, увеличив кусок x, который у нас находится за плечами. И, наконец, последнее. Сейчас я здесь немножко сотру. Сотру определение функций. То есть, откуда π и куда. И добавлю последнее. Что сколько у нас символов... По итогам какие-то итерации, сколько у нас символов x за плечами, это и есть правильное значение функции π на аргументе i. То есть, π от i это будет g. Это, собственно, конец алгоритма. И вот это конец внешнего цикла. Ну вот. Вот так, собственно, x находится сам в себе. И по тем же причинам, что и здесь, это работает за линейное время. Линейное время от длины x. Поэтому, на самом деле, даже тот предварительный подсчет, который нужен в этом алгоритме, применительный к x, чтобы научиться этот x находить, это тоже делается очень быстро. Ну вот. Вот за такое время он работает. И, собственно, мы это дело научились делать. Так. Теперь у меня осталось 8 минут. За эти 8 минут я хочу рассказать некоторые общие слова и введение в тему следующей лекции, потому что она непосредственно выводится из алгоритма Кнута Морриса Пратта. Что давайте еще раз взглянем на этот алгоритм. Вот он перед нами. И будем рассматривать его в таком варианте, что x нам дан изначально, и x это вообще какая-то фундаментально важная строка. Мы подготовились находить именно ее, ничего больше нам не интересно. А после этого мы хотим этот x искать во всех строках, которые нам дадут. Ну вот. Да. Давайте теперь, исходя из такого представления об этом алгоритме, на него посмотрим еще раз. А что я хочу спросить, это сколько нужно памяти этому алгоритму? Что он вообще помнит? Значит, ну здесь мы видим, собственно, две переменных и ижи. Таблица p это не память. p это какие-то данные, которые изначально подсчитаны для x. Это часть алгоритма, можно сказать. Потому что я говорю именно об алгоритме, построенном для произвольной данной строки x. И x в него прошито. Поэтому переменных здесь всего две. И и ижи. И чему они равны? Собственно, и от единицы до n. То есть и занимает какой-то логарифм n битов. А жи занимает константное количество битов. Потому что строка x, она у нас константная. Но если взглянуть на это еще более внимательно, можно заметить следующую вещь. Что переменная i у нас по большому счету и не используется. Все, для чего мы используем переменную i, это чтобы на it итерации... Во-первых, чтобы считать, сколько у нас итераций цикла. А во-вторых, чтобы на it итерации правильно посмотреть в it символ. Поэтому можно на самом деле на это посмотреть немножко иначе. Давайте я сейчас этот алгоритм перепишу. Что пока есть входной символ, пока строка не кончилась. Пока строка не кончилась, пусть а это следующий символ. То есть это фактически чтение символа из какого-то потока. И поток нам отдает символы по одному. И сколько их там, не важно. Мы даже не должны эти символы хранить в памяти. Потому что нам не нужен произвольный доступ. Нам нужно их по одному смотреть. А теперь вот на каждой итерации мы смотрим просто, совпадает ли символ строки b в данном месте с символом a. Ну вот. Поэтому это да. А теперь, собственно, здесь выдать i-m. Давайте будем выдать, будем просто, скажем, это подать сигнал. То есть время от времени алгоритм будет подавать сигнал. Вот я только что нашел под строку. Ну вот. Поэтому теперь... Да. Если теперь на него взглянуть, то оказывается, что объем памяти, который нужен этому алгоритму для работы, это константа. То есть он вообще не... Плюс еще запоминание функции p. Да. Функция p – это часть алгоритма. Я вот изначально оговорился, что сейчас я смотрю на этот алгоритм, вот в моих заключительных словах на этой лекции, исходя из того, что строка x фиксирована. Она зашита в алгоритм, ее длина – это константа, она – это константа, функция p – это константа. Все это уже заранее фиксировано. А новая каждый раз только строка w. И вот получается, что зависимости от длины строки w здесь вообще нет. То есть время работы линейное от длины строки w, а память всегда константная. И вот это интересная вещь, то есть это интересное понятие вообще вычислимости с конечной памятью. То есть когда объем памяти, который вам доступен, не зависит от длины входных данных. Ну, в общем, мало какие задачи можно таким образом решить, это очень серьезное ограничение. Но, тем не менее, какие-то задачи решить можно, и вот эта задача поиска – это одна из них. Отсюда, глядя на этот алгоритм, можно прийти еще к теоретической модели, которой мы немного будем заниматься на этом курсе. В третьем семестре это несколько лекций будет, посвященных этой модели, поскольку это очень важная модель в теоретической информатике. Она называется «конечный автомат». И конечный автомат работает, ну, в общем, он работает вот так, как алгоритм Кнута Морриса Пратта в этом варианте. А именно, что все, что он делает, это у него есть конечный объем памяти, не зависящий от входных переменных, то есть, прошу прощения, не зависящий от входных данных. Конечный автомат. Давайте скажем, что К – это константа битов памяти. Так, что он делает на каждом шаге? Да. Давайте посмотрим, что он делает на каждом шаге. Вот он читает символ А. Все вот эти сравнения, да, G плюс один, то есть, B по адресу G, переменная G, G равно π от G, все это операции над конечной памятью. То есть, на самом деле, вот здесь он прочитал символ, здесь он разговаривает сам с собой, да еще в конечной памяти. Поэтому, можно очень просто описать все, что делается здесь, вот что бы здесь ни делалось, поскольку никакого общения со внешним миром здесь нет, можно сказать, что это, это G равно функция дельта от G и А. Да. Зависит только от А. И вот это называется функция перехода в конечный автомат. Его конечное множество состояний, то есть, G – это состояние автомата, состояние его памяти, все, что он помнит. И можно записать таблицу, по которой он работает, для каждого значения G, для каждого символа А, какое будет состояние памяти на следующем шаге. И, соответственно, по этой таблице он на каждом шаге может вообще за один шаг все это сделать. Кстати говоря, если длина этой таблицы, она будет равна, она будет равна длине строки X, ну, длина строки X плюс 1, то есть это число разных значений G – это M плюс 1. Поэтому на самом деле эта таблица, если X у вас достаточно короткий, это довольно маленькая таблица, ее вместо того, чтобы гонять весь этот код, гораздо удобнее эту таблицу один раз посчитать. А посчитать ее как? Вот здесь записан код, выполняя который, вы получаете значение таблицы. Поэтому вы можете просто взять его, выполнить на всех значениях, и получить, что там должно получаться. И после этого у вас поиск будет не просто за линейное время, он действительно будет требовать одного доступа к таблице для каждого читаемого символа. То есть это будет просто гораздо более удобный алгоритм, да, то есть гораздо более эффективный алгоритм для практической реализации. Ну вот, то есть, да, это можно рассматривать как реализацию Кнута Морриса Пратта, более удобную, а как абстрактная модель конечный автомат, ну да, в этом курсе мы его изучать толком не будем, но у нас будет еще один алгоритм поиска, который тоже будет выдавать конечный автомат и за счет этого хорошо работать. Ну вот, но это уже будет на следующей лекции, а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...